Друзья, всем привет, на связи Георджис Монахевс Мат, и сегодня мы продолжаем обсуждать серию Ребекки Ярос, как он? Империан, вот эту серию, и у нас вторая книга Iron Flame, Железное пламя, надеюсь, вы уже прочитали, и, собственно, начинаем с вами, как обычно, Света, Лиза и Настя. Интересная, конечно, история случилась касаемо выпуска этой книги на русском, согласитесь? Ты имеешь в виду выпуска нашего подкаста из-за того, как и выпуска книги на русском. Да, да, мы должны были с вами общаться по поводу Iron Flame еще месяц назад, но, увы и ах, не по независимым от нас обстоятельством. Мы пытались, связывались с кислородом, но все равно не получилось. Да, поэтому сегодня мы здесь с вами. Пишите, как давно получили книгу, как быстро ее прочитали, и, собственно, все остальные вопросы, которые мы будем задавать в комментариях. Может быть, кто-то уже послушал этот аудиосериал, да, и не ждал выхода на русском этой книге. Ну, может быть, кто-то читал на английском, как мы. Да. Да. Пишите комментарии, мы будем ждать вашей обратной связи. Спасибо. До свидания. Пока! На самом деле хочется... Давайте мы сейчас не будем свои, как бы, впечатления по книге, а расскажем, когда мы читали. Базу, которая нахуй никому не нужна. Да, да, да. Я прочитала буквально позавчера, я закончила, читала я почти месяц ее, на самом деле. Она у меня поначалу шла очень бодренько, потом я сделала перерыв, потому что мы перенесли подкаст, и после перерыва как раз таки не шло абсолютно, вот. Вообще, то, что эту книгу стоит читать целиком и сразу, это прям сто процентов, потому что если ее растягивать по несколько глав в день, как я читала, например, мне казалось, что вообще ничего не происходит в большей части книги, вот. Но прочитала я ее все довольно быстро, около месяца назад опять-таки к предыдущему, к предыдущей планируемой дате записи, вот. Ничего не помню. Я читала вот перед, когда у нас планировалась запись, я прочитала одну часть, она шла вроде даже бодренько. Ну, были какие-то провисшие моменты, но меня это не спущало, потому что я читала прям залпом, потому что к подкасту надо было прочитать. Я остановилась на второй части, вот сейчас, нужно было ее читать, я не помню ни хрена, то есть я читаю свои заметки, там какие-то люди, которые умирали, я вообще не помню, кто они, как они вообще относятся к этой книге, и я вижу впервые это имя. У нас с Лизой был очень интересный диалог, мы читали в соседних комнатах с открытыми дверями, дверьми, и я в какой-то момент, Лиза, а кто, и называю имя. Она такая, не знаю, сейчас буду искать. Она давай там в своих заметках искать, кто это. Через минуту такая, успокойся, она уже задохла. Ну, типа, очень много было персонажей вокруг, нас с ними знакомили, и либо их убивали, либо эти персонажи не несли в себе вообще никакого смысла для сюжета. Вот на самом деле, вот когда у нас со светом был вот этот диалог, кто такая, одна там, типа, один персонаж, и кто вот этот, который умер по моим заметкам, я начала, типа, больше обращать внимание на имена людей в книге, потому что такая, я сейчас, блин, всё забуду, нужно вспомнить. И там вот был очень яркий для меня пример, персонаж какой-то, он сказал одну фразу, я впервые видела это имя за момент прочтения второй части, я такая, кто это? Такая, начала смотреть свои заметки, думать, кто этот чувак вообще. Такая, забила, потому что меня не нашла. И буквально следующее предложение, это знакомство наше с этим персонажем. Просто он что-то сказал, и просто фраза. Это, кстати, был вот второкурсник, он на таком-то драконе летает и так далее. И больше я отслеживала, он за книгу ничего не сказал. Это была единственная фраза, и нас с ним познакомили, и всё, и больше как бы забыли. Но вот это вот мне не очень понравилось в книге. На самом деле у меня есть вопросы тут, ладно, эпизодически вот эти персонажи, которые появились и исчезли, для чего они нужны были, но есть такие же вопросы к более весомым второстепенным, там, тридцатистепенным персонажам, которые мы ещё обсудим, когда будем по сюжету к ним идти. Ну, короче, да, очень много проблем у этой книги. Ну, я думаю, то, что мы втроём согласимся, что эту книгу надо читать запоем, и... Желательно после прочтения первой. Да, потому что иначе будет немножечко больно, сложно, и будет для вас много минусов в книге. Но это наше мнение. Я начинала читать с ужасным скептизмом, потому что все вокруг мои знакомые и блогеры, которые читали «Железное пламя», они все писали не очень хорошие отзывы, и я, более того, наткнулась на огромное количество спойлеров в этой книге. Ничего для меня не было сюрпризом. И я была поэтому в расстроенных чувствах, когда начинала читать. Но, скажем так, делайте своё мнение об этой книге сами, потому что здесь реально такая вкусовщина, и плюс, насколько вам важна любовь к миру, потому что многие, например, в том же Акатаре забивают на минусы сюжетные и авторские, как раз таки из-за того, что они очень любят непосредственно мир и персонажей, и вот эту фонд фэмили. Вот, поэтому сейчас без дальнейшего предисловия приступаем к сюжету. Там в начале же, да, у нас события сразу после первой книги. Да, да, буквально продолжение, без какой-либо паузы. Мы всё ещё находимся в этой крепости с Брэнаном, с Зейданом. Вайли только очухалась, только узнала, что её брат жив, она злая. В целом, в этот момент я такая, не осуждаю, тебя обманывал твой бойфренд. Жених, хотел сказать. Тебя, ну как, обманывал, но ты горевала и страдала по брату, который умер, он оказался жив, и более того, участник революции. Возглавляет её почти вместе с Риорсом. Да, да, вот, в этот момент, наверное, практически первый и последний раз за всю книгу я такая, Вайлетт, не осуждаю за твою эмоциональную реакцию. И в целом она, это же и сказала Тарну, когда он такой, типа, подумай головой, она такая, логически, да, но отъебись, дай мне прожить это только эмоциями. И я такая, окей, девочка моя, психуй. А дальше, конечно, есть вопросы к Вайлетт. Много. Да, но что мне понравилось ещё сразу, опять-таки, был огромный перерыв после чтения первой части, где мы очень сильно наслаждались тем, какая Вайлетт Хорни Бич. И я была так рада, что буквально с первых страниц нас вернули в это же, она опять злая, на Зейдена, но такая, типа, блин, ну какой он мужчина, я не могу. А мне очень нравятся вот эти моменты, вот, к Ви очень много вопросов, к её эмоциям, поступкам, действиям, словам и так далее. Но вот этот момент, когда реально они каждый раз ссорятся, злятся, она такая, ну, сука, красивый, а ты. Ну. То есть, хорошо, что они оставили эту черту её характера хотя бы. Спасибо за тобой за это, да. Персонаж Вайлетт очень сильно поменялся в сравнении с первой книгой, но хотя бы этого не оставили, спасибо. Ну, в общем, они решают ехать обратно в Бузгиад, придумывают легенду, Зейден её немного обучает, чтобы, типа, взаимодействовать с Дайном, чтобы он больше... Ставить щиты, ставить щиты, чтобы он больше не прочитал её мысли. И они прилетают, когда у них выпускной, и зачитывают их имена в списке умерших. Это очень прикольно. Очень неловкий момент такой. Я просто представляю, как просто двери открываются, они все заходят и такие... Я сразу вспоминаю момент из четвёртой книги Перса Джексона, где он на своё сожжение... Ну, типа, это очень было прикольно, я прям похихикала. Я скажу так, я хихикала над этой книгой, это для меня хороший знак. Да, вот эти части хихикательные, хор небичество, это всё осталось в книге, и это классно. Это хорошо, что Ребекка не растеряла это. Нет, мы просто так как будто говорим, что, типа, читайте залпы, иначе плохо. Нет, как бы всё очень прикольно, и были моменты в книгах, но просто минусов больше, чем с предыдущей книгой, если сравнивать. Да, вот это хорошая очень ты сказала фраза, что если, например, читать эту книгу в отрыве, без ожиданий и без своих впечатлений после первой, то она будет намного лучше, чем если после своих свежих впечатлений о первой. По крайней мере, ну, в моей голове это так работает. И во время того, как зачитывают то, что они умерли, появляется батя Дэйна, и там мама Вайлетт, и, собственно, вскрывается... Ну, как вскрывается? Намёками начинают понимать то, что, типа, ты знаешь... Они знают то, что мы знаем, что они знают. Да, вот эта вот ситуация происходит, что батя Дэйна такой... Они в курсе и про Виверн, и про всё на свете, но если я начну что-то говорить, они это могут, типа, разнести дальше. И вот это очень странное начинается взаимодействие, что, вот как сказала Лиза, мы знаем, что они знают, что они знают, что они знают. Вот это вот. И появляется у нас ещё новый персонаж Вариш с его одноглазым драконом, который, типа, а-ля будет следить за Ви, за всеми этими людьми, которые были на прошлом году на военных играх. И тоже намёками Ви даёт понять то, что, типа, я тебя прогну, и ты будешь, типа, делать то, что я... Хочу. Ходите и оглядывайтесь по факту им говорят, потому что они те, кто знает их грязные секреты. И ещё они перешли, наконец-то, на второй год все, и... Зайдан выпустился. Ну, все вот эти Ви, для меня уже все, это вот эта вот компания друзей, которая мне, кстати, очень понравилась в книге. Да, вот эта классика была. Да, вот их вот этот вот... Как это на русском будет? Отряд. Отряд? Боже мой, Iron Squad. Они себя называют. И, короче, была какая-то глава, где, я считала, восемь раз они повторили, что они Iron Squad. Я такая, да я пыла. Ну, ты знаешь, когда вы с друзьями что-то придумали, очень сильно воодушевились, и... Городослодок, Ирланд. Да, например. И только об этом вы можете говорить. Да. И они тоже такие, прям, мы охуенные, мы Iron Squad. Да. Охуенное название, Iron Squad. Да. Не забываем, что мы Iron Squad. Кто мы? Iron Squad! Кто мы хотим? Не умереть в этом году. Да. И в следующем тоже. Ну, это... Да, до выпуска. Это уже... Ну, как пойдёт. В детали. На самом деле, когда они договорились, типа, мы доживём все до выпускного, я такая... Путь, путь, ребята. До свидания, кто-то, до свидания. И, короче, и вот они на второй год перешли, и у них начался вот этот вот курс по выживанию. И ещё один момент, то, что этот вареж не хотел, чтобы Зейден и Ви вообще встречались, но так как их драконы парные, им придётся всё равно раз в неделю до к другу летать, типа, два через два, они видятся. Но они это делают таким образом, чтобы, например, когда Ви прилетает к Зейдену, Зейден отправлялся на задание или на дежурство, или когда Зейден приезжает, прилетает в Басгиад, драконы там мейтятся, всё такое, а Ви отправляют на вот эти игры, уроки по выживанию или там ещё что-то, то, что у них происходит. То есть они за несколько месяцев буквально два или три раза увиделись, и Ви такая, типа, гой бацца, а Зейден такой, только если ты скажешь, что меня любишь, и не даёт ей. Давайте, может, немножко обсудим отношения Ви и Зейдена вот до какого момента? Давайте до поцелуя первого. Вот, да, когда они засосались, яростно после боя, когда она приехала. Да, что хочется сказать, то, что он ей оставлял эти письма, в которых рассказывал именно о себе, про своё детство, то, что он любит и так далее, это было невероятно трогательно. Да, это было классно, и мне очень нравилось, что сначала эти письма были как в тексте, типа главы, а потом они уже начались переписки в начале вот этих вот, как это называется, я тупая, эпиграфы, да, в начале глав, очень мне нравилось. Блин, эти вот эпиграфы в начале глав, они тоже это то, что охуенно сохранилось из первой части, и даже круче, потому что если в первой части нам это были больше сноски из лора, да, или, может, какие-то намёки там, что мать Вайлет не такая мразь, как мы думали, такое, типа более для понимания книги, то здесь это больше носило эмоциональный окрас, и, наверное, эти сноски для отношений Ви и Зейдана сделали намного больше для меня, чем всё это полотнище самоповторов и прочего, что было написано в тексте, они очень были классные, но в какой-то момент я уже начала ловить себя на мысли, что, ну, по факту, сноска в начале главы, ты её читаешь и понимаешь плюс-минус, о чём будет глава вся, и очередная сноска с их взаимоотношениями, там, письмами и так далее, я такая, блядь, я опять буду читать все эти сопли, короче, да. А про эти сноски я вот не знаю почему, но, может быть, уже в конце, когда я читала, и, ну, как бы я читала быстро, чтобы успеть, и поэтому у меня не было, например, вот такого вот эмоционального погружения, прям максимального в конец книги, но я помню вот этот момент, где сноска была про переписку Лема со своей сестрой, вот это, это, когда он про Вайли, ты рассказывал, что она тебе понравится, тебе, я такая, пулина. Дойдём ещё до Лема, сестру, немножко давайте вернёмся к Зейдену и Ви, и в чём прикол, собственно, они почти не видятся, они не могут планировать дальнейшую, там, революцию, и половую жизнь, и полюцию, и революцию. Сложная жизнь у них на втором курсе и выпуске. И, собственно, до момента, пока она не прилетает к нему в очередной раз, и он на вот этой яме борется за выходной свой с ней. Блин, как прикольно, когда он ещё её сразу видит, и просто у него бой, он уже больше перестаёт притворяться, что он там, типа, плохо дерётся, и расфигачивает его. Байлет просто под ней лужа в этот момент. Да, да. Подо мной тоже. Вообще, давайте обсудим пока, в чём у них проблема в отношениях-то случилась. Почему весь замут? Зейден, по факту, ну, не то чтобы и врал, но он не рассказывал ей, что он участник революции, и вот эту всю муть. Настя, она вопросов правильных не задавала. Это, подожди. Вот, это была демонстрация книги. Это вся книга, блядь, в двух фразах. И он ей говорит довольно рациональную, разумную вещь, что ты мне задавай вопросы, и я расскажу тебе всё о себе, но я не буду тебе рассказывать чужие секреты, из-за которых могут пострадать другие люди, пострадать моё и не только моё общее дело и так далее. И в начале книги она это принимает, потому что она понимает головой, что, типа, да, и при этом будет ситуация, где она, Рианон, говорит то же самое. Это не мои секреты были, я не могла тебе их рассказывать. Но при этом она всю книгу ведёт себя как пизда, и он ей говорит, пока, типа, ты не скажешь, что ты меня любишь, мы не будем с тобой спать. Она ему говорит, я не скажу, что я тебя люблю, пока ты не расскажешь мне всё, не только о себе. Он говорит, задавай вопросы. Да, и, ой, и вот это всю книгу, всю книгу. Ну, и потом ещё в конце года она такая, я просто боюсь задать вопрос, я такая, ёб твою мать. Так это твои проблемы. Да, это твои проблемы, типа, если ты хочешь этих отношений, если ты хочешь, чтобы они были, как ты хочешь, минимально здоровыми, типа, хотя бы. И задай вопрос, типа, если ты даже боишься, ну всё, как бы, ну, тут уже выбор, либо ты молчишь, и всё идёт по пизде, либо ты задаёшь вопросы и принимаешь то, что он тебе рассказывает, как ты и хочешь. Да. Просто, что это такое, блядь, ты парапет прошла или что? При этом мне нравилось, что Зейден под её эти психи вообще не прогибался, он просто как кремень такой, типа, ну, сегодня мы встретились, опять давай, психуй на меня. Психуй на меня, психуй. Да, и он не давал понять, что, типа, я себя цену тоже знаю, как бы, мы тут не в одни ворота играем, вот это мне понравилось. И Зейден, на самом деле, для меня в этой книге стал прям в разыкраще, чем был. Он повзрослел, он раскрылся, он стал интересней. Я вообще не понимаю хейта в сторону Зейдена, касаемо второй части, потому что многие пишут, что он стал нюней, блядь, с размазнёй. Тик-ток, посмотри. Он стал буквально relationship coach в их отношениях. Вы знаете, мне это напомнило, как Моника и Чендлер, когда только афишили начали встречаться, и он после первой ссоры такой, ну всё, мы расстаёмся. Она такая, подожди, в смысле, мы расстаёмся. И, типа, ты что, дальше одной ссоры никогда ни с кем, ни в отношениях не было? Он такой, нет, она такая, всё понятно. Мне нравится, когда они проговорили, и он такой, и она, и он такой, а, так вот как можно было отношения строить. Это вот чисто, ну, я не знаю, следующая книга, скорее всего. Ещё мне понравилось то, что он сказал в какой-то момент тоже книге, что мы с тобой поменялись ролями. Типа, теперь я Вайолет, которая бы в прошлом году топила за серьёзные отношения, а ты, пока, от меня здесь захочешь. Ну, я немножко ловила кринжа, когда он уже тоже too much, вот это, скажи, что любишь меня, скажи, что любишь меня. Но это было его условие. Ну, я понимаю, но как будто бы я чуть-чуть кринжевала с этого. А в основном всё ок. Нет, я не кринжевала. Я больше кринжевала, когда уже пятисотая страница, и один и тот же разговор, блядь, разными словами я читаю, и ты такой, господи, да сколько можно уже? Это, я считаю, это просто нас сало нам в рот Ребекка Ярос. Да. Согласна. Это неуважение к читателю. Причём одно дело, типа, это просто вот эта одна ссора тянулась, 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 а было несколько раз, что они буквально наладили какой-то вопрос, и нам опять как-то высосано из пальца, откатывают назад, и она опять, я не могу себе доверять, а он, нет, спрашиваю вопросы. Потом они опять наладили отношения, и опять мы откатываемся назад, и буквально, я думаю, если сравнить, там будет, блядь, слово-слово диалоги. Да. Я не хочу уже читать 500 страниц про одну и ту же ссору, но это ненормально. Ну, и вот эти отсрочки их встреч, в том числе их вот эта одна и та же ссора, это для меня знак того, что она хочет, ну, она делает их эндгеймом, чтобы у нас была какая-то, типа, динамика в отношениях, чтобы не было такого, что они сошлись, и, типа, борются против общего врага, и она пытается какой-то конфликт вытянуть из пальца. Нет, ниоткуда. И это, ну, это неуважение, это писательская лень, это неуважение к читателю, и это мой основной даёб книги. Все остальные даёбы, которые будут ещё, они, ну, никуда в сравнение не идут с этим, это просто, я считаю, это ебаное неуважение ко мне, и пошла нахуй. Ну, типа, по факту у нас романтическая фэнтези, где есть линия одна сюжетная с революцией, борьба, школа, друзья, всё такое, и вторая линия, которая, по сути, главная, это отношения Ви и Зейдена, и это полное говно. Типа, суть книги, её весь сюжет, по факту, 90% говно. Даже вот, когда появляется, типа, намёк на какую-то ревность со стороны Вик этой Кэт, оно, типа, всё равно в итоге ссоры их или разговора про Кэт, например, вытекает всё равно в эти вопросы, задай мне вопрос, ты мне не доверяешь. И ты такой уже, я вот когда появилась с Кэт, ты такая, ну, может быть, что новенькая, она хоть вопросы начнёт задавать ему, и так далее, хотя бы про эту пизду, блядь, на летуне эту, короче. Так итог, мне даже не понравилась вот эта сюжетка с Кэт, потому что вот это было... Она слита. Она была, да, слита, и когда она появилась, я сразу такая, типа, это нам, потому что они наладили только отношения, и нам нужен новый виток конфликта, высосанный из пальца, и оказалось, что да, только ради этого. Она появилась там. Так это, понимаешь, это не новый виток, это всё тот же, просто ещё, типа, такие, а я вброшу Кэт, но мы всё равно вернёмся к тому, что читали 300 страниц до этого. Это и есть новый виток одного конфликта. Это, знаешь что, это наёб, новый виток. И вот Кэт один из персонажей, которые были вброшены и не выполнили никакую полезную роль в книге. Это номер один пока таких. Ладно, Дот, всё так вот двигаются их отношения, они разговаривают, точнее, всё время, ты меня обманываешь, нет, ты не задаёшь вопросы, вот это вот всё. Потом она его видит, заводится, она на него прыгает, она его целует при всех. Это выглядело горячо, или она его целует потом? Она целует его, потому что другие проходят, и они, типа, такие, играют роли. Да, они же, типа, ещё играли роль. Что они вместе, да. А по сути, они же ещё по поводу её участия в революции, это же тоже был один из причин конфликта, потому что Зейден такой, нет, ты не участвуешь, она такая, какого хуя я уже в это втянута. И, по сути, всё, что ей, а-ля, со стороны было позволено делать, это возить контрабанду, когда она ездит к нему. Но, а Вайлет же у неё шило в жопе немножко, и она такая, нет, я буду всё равно втихаря от Зейдена. И она же начала ходить в архивы и искать книжки и инфу, как построить защиту, чтобы предотвратить бойню. И она попросила помощи у Есиния, пестца своей подружки. И вот она вместе с ней, там, книги ей передавали, она ей помогала немножечко там тоже переводить и так далее. И вот этот момент, когда она попросила Есинию помочь, Есиния сказала, я тебе помогу, но у меня есть к тебе просьба. Да. А есть нюанс, в этой книге даже не объяснили, какая просьба была у Есинии Квайлетт. Объяснили. Какая? Там было что-то, там было типа что-то дать почитать Есинии из вот этой сказки, которую батя ей оставил. В этих сказках, в той прошлой книге, Ви узнала про Виверн и про этих войничелей и так далее и тому подобное. Если честно сказать, я это помню, что она попросила книгу. И она попросила книгу, это была просьба дать эту книгу почитать. Я не думала, что это просьба. Потому что там было так типа а-ля многозначительно, что я подумала, что Есиния сыграет какую-то более важную роль, но типа пока она сама это даже не говорит, допустим, Вайлетт или нам это специально не говорят. И я такая, и в какой-то момент вдруг она попросит в моменте, и она не сможет отказать. Я думаю, это будет вот так вот. А не сказки почитать? Не-не, сказки. Мы придумали лучше, чем она написала. Но опять-таки, типа, вот мы с Лизой даже не выкупили, что это и была эта просьба, и мы такие, ну это очередная дыра. Ну, не дыра, так и проёб, давайте так. Не, ну, по сути, сказки почитали. Ну, мы тоже. Возвращаемся в Базгят. Что происходит? Ви, она второкурсница, появились первокурсники, прошли парапетку, за ней перешёл, вот это вот всё. И у нас появляются два главных, наверное, первокурсника. Это слон, сестра Лема, и сын короля Аарик, он же Кем. Типа это Кем его настоящее имя, но все его знают Аарик. Аарик. Всё так. Так, и сразу же после парапета прилетает дракон этого пидора, который... Вариша. Вариша. Солос, дракон, прилетает, и он не бухты-барахты, начинает просто херачить огнём по людям. Ну, типа, там первоки обоссались, и один начал бежать, и он вместо того, чтобы убить одного, как обычно дракон, и делает, он такой по фану сжёг полотряда. Вообще классно, мне понравилась эта сцена. Очень классная сцена была. Очень классная, но, ну, типа, прикольная, весело, ну, типа, читать. Ну, это получается нам... На самом деле, вот в этой части книги особо ничего не происходило, вот чтобы двигать сюжет, но довольно прикольно нас погрузили вообще в жизнь академии, и в очередной раз показали, насколько там опасно вообще учиться, потому что в первой части нам много говорили о том, что вот первоки там обсираются при виде драконов, и вообще так ужасно и так далее. Но не было такого, что дракон вытворил пиздец. А здесь нам показали, почему действительно все сутся драконов, потому что, ну, конечно, этот соус совсем ёбнутый, но в целом, типа, ты не понравился дракону, он тебя сжёг и забыл даже, и никто ничего никому не сделает. Ну, довольно прикольно это всё описали нам. Но ещё про Слоун, мы же... Вайлет ждала её, ну, типа, как свою подопечную, потому что Лем попросила не позаботиться, а тут Слоун такая, Вайлет, а ты тварь, ты в курсе? И Вайлет такая, я знаю, прости, но я тебя буду защищать. Да. И она вот как раз во время того, как Солос всех порешал огнём, она её прикрыла, и у неё были ожоги из-за этого. А Солос всё равно такая, и сильно иди в жопу. Но по факту, кстати, Вайлет и... Слоун. Сказал Солос. Да. Солос их убил, а Слоун говорит, иди в жопу. Да. Да. Но по факту, Вайлет всех, кто спасся в тот момент, это благодаря Вайлет, потому что она... её Тарн, типа, предупредил, и она первая заметила, что Солос уже готов всех сжечь, и кто успел упасть, все остались живы. Так бы всем пизда было. Тарн, вы вспомнили? Мне в этой книге их взаимодействие, всё пятое нравилось, мне так вообще... Он реально как батя, и мне понравился в конце момент, когда она начала, типа, думать, как он. И я такая... Да, и он такой, ты думаешь, как... И с Гейл такая, Тарн. И я такая, а, да, вообще... Вот, ну, типа, драконы, да, к ним вопросов тоже нет. Реплики Тарна стали только краше, мне кажется, ещё. Андарна тоже вообще... Андарна офигенная. Про Андарну чуть попозже это отдельный топик, да. Да, да. Что насчёт в школе? А, ну, начинаются у нас уроки опасного езды, опасного вождения на драконах, плюс выживание, что их могут убить с любых второгодок. Да. И начинается охота за теми, кто в военных играх был, ну, типа, вместе с Риорсеном, и Ви отвоёвывал их. Кто знает правду, они потихоньку откидываются. Да. Ну да, там на вип-покушение, потом одна из подружек Риорсена такая, я Вайлет Саренгейл пошутила весело, её сразу всё рип. Очень классная сцена тоже была. Да, это как обращаются со стендаперами сейчас. Ну, так вот, шуточки-то добра не добудет. Вы заметили, что мы в этом выпуске ещё не шутили тупо? Да потому что мы вас боимся. Как это мы не шутили? А как это не шутили? Не смеялись, мне кажется. Но мы не шутили тупо. А, не шутили тупо? Ну, вообще особо не шутили. Ну, мне кажется, было. Ну ладно. Пишите, шутили мы или нет? Шутили ли мы тупо? Шутили ли мы тупо? Или мы жили, или мы смерть своих шуток, или нет? Это уже давно. Европейский суд решит. Короче, и ещё вот этот момент, то, что вот девочка эта умерла, потому что представилась Ви, и Ви настоящая порешала этого первокурсника, и все такие, и мать, она, оказывается, хорошо дерётся, и Слоун такая, да, прикольно. И Ви попросила её, и Ви предложила ей обучать её бою, потому что Слоун единственная, видимо, с меткой, с печатью вот этой вот предавших, которая не обучалась бою. Я ещё была уверена, я думала, какая-то, блядь, булшитом каким-то пахнет, и, скорее всего, она притворяется, что она не умеет сражаться, чтобы Ви, типа, её не боялась, и по итогу зарубить Ви, да, 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 уже будет конфликт. Нет, она просто не умеет сражаться, что странно. Опять же, мы придумали интереснее. Не, ну просто реально, а почему она не сражалась? Ну, видимо, её, может быть, Лем, ну, типа, не хотела, чтобы она вообще там участвовала. Она не могла бы не участвовать. Может быть, он думал, что революция произойдёт до того, как она в школу пойдёт, но это как бы... Он думал, что он сможет ещё ей помочь и защищать её, вот это вот всё, я так думаю, но это всё равно тупо, они все, все с метками приходят на первый курс уже подготовленные. Да, спасибо, что она парапет прошла тогда. Если ты хотел даже, окей, ты будешь за ней приглядывать по твоим мыслям и так далее, но как ты себе представляешь, она не умеет защищаться, будет выживать в академии. Ну и вообще у них такая история, у всех этих меченых, что, ну, типа, хочешь-не хочешь, тебе сто процентов надо уметь драться, потому что к тебе уже определённые отношения идёт. И это, ну, это очень странно. Ну и, короче, дальше потихоньку убивают ещё троих ребят из отряда Риорсона, которые прибыли в Базгят. Вайлетт начинает бегать с Имаджен для того, чтобы, в принципе, быстрее бегать и для того, чтобы меньше времени проводить со своим отрядом с Рианон, Ридеком и Сойером. Бля, Ридек — это просто... Это вообще... Каждая его реплика у меня выделена, чтобы вы понимали. Он классный. Её в этой книге меньше, чем в прошлой, но всё равно шутки отличные, типа, наш уровень шуток, мне нравится. Ридек — это мой краш был. И такой хорни, такой тоже парень. Мне нравится. Ну, весёлый парень, да. И Сойер мне тоже понравился, особенно, когда он такой уже... А кто меня знает язык жестов? Все, кто меня знает язык жестов? Прикольно. Да. Ну, кстати, отношения Ви и Рианон. И почему вообще Вайлетт нужно было избегать общения со своими друганами? Вареж пригрозил, что если кому-то расскажешь, мы убьём тебя и всех, кого ты любишь. Да. И Ви решила, что она не может врать, поэтому он будет её избегать, игнорировать. Да, и поэтому я буду просто портить отношения со своей лучшей и единственной подругой. На самом деле, вот как бы можно было это как-то по-умному сделать, окей, типа не рассказывать, как-то выкрутиться. Слушай, Лиза, Настя, у меня есть секрет, но он не мой, я не могу ему его рассказать, эта тема закрыта для нас, окей, когда будет время, я расскажу. И мы такие, Света, никакого секса пока не расскажешь. Ну, это очень странно, а она... А если скажу, что я вас люблю? Окей. Да, тогда давай. Ну, я иду в эту обложку, согласно. Ну, короче, вот с этой Ри и Ви, Ви поступает, наоборот, так, как тупая пизда. Чтобы... В общем, и Ви делает такую непонятную вещь для меня, потому что своим игнорированием она делает так, чтобы Ри ещё больше вопросов ей задавала. И ещё больше до неё доёбывалась. Да. И это нелогично, с точки зрения даже её цели, не общаться с... и не проговаривать. Да. И мне очень... Во-первых, Вайлетт такая, не принимает уговор Зейдана рассказывать ему только про себя, но не про чужие секреты. При этом она ведёт себя с Рианон также, только ещё хуже, потому что она игнорит её, но она тоже... Она прям хамит ей иногда. Да, ну, типа, отталкивает от себя, но она тоже это делает, только чтобы не рассказывать чужие секреты. Ну, как бы, почему ты тогда, оказавшись в этой же ситуации своей подругой, доёбываешься до Зейдана? Потому что её персонаж слит. Да. Это правильный вывод по всей книге в целом. Единственное, что она стала просто командиром и их крыла. Всё. Рианон. Рианон, да. Это что она стала, и всё. Ну, мне очень понравилось. Вот Рианон отреагировала, как Вайлет здорового человека должна была бы отреагировать на Зейдана. Да. Она её зажала и такая, так, Ви, какая-то у нас херня в отношениях, давай мы это решим, иначе, ну, типа, я иду к тебе навстречу, ты мне расскажи, что можешь, иначе наши отношения идут в пизду. И она такая, ой, прости, мне надо бегать в смыджин. Да. Ну, короче, Ри ей давала миллион вообще шансов прийти к ней, и она не требовала от неё рассказать всё, как Вайлет требовала от Зейдана. Короче, поведение Ри в этих отношениях мне очень понравилось. Вообще, я считаю, что Вайлет слитый персонаж. Если в первой книге я писалась кипятком и говорила, очень классно, мне она понравилась больше Зейдана, что... Ну, мне Ви очень нравилась в первой книге, то во второй она меня раздражала. Ну, типа, она была единственным в книге, типа, персонажем, который меня нон-стоп раздражал. Да, да, согласна. Иногда бывало даже такое, что она тебя начинает раздражать в какой-то ситуации, потом вроде два нормальных, адекватных человеческих поступка, ты такой, ну, наверное, мозгами... Наверное, её отпустила. Да, начала мозгами думать, а не, я не знаю, гормонами, чем ещё, хер пойми чем вообще. И только ты про это думаешь, и сразу она опять какую-то хуйню выдаёт, и ты такой... Слушайте, я раскусила всё. Нам же, мы знаем на сто процентов, что Вайлет Хорни Бич. Да. Ей нужно много секса. Секс она не получает всю книгу. И не зря говорят, значит, скверных, недовольных жизнью женщин, что их просто надо хорошо выебать. Хорошо сказано. Я раскусила, почему Ви из Литович не сказалось. Понимаешь, тогда, смотри, когда она уже начала низ твою ебаться, она продолжала и ещё хуже вела себя. Твоя теория... Мало было, потому что... Она меньше ебала мозги Зейдану, когда он её трахал. Да. Но ведь они редко встречались. Раз в неделю. И секса было мало. Да. Ей нужно как кроликам. Каждый день. Да. С утра, на обед и на ужин. Слушайте, и поэтому в конце, когда они уже были вместе, жили в одной комнате, они ебались там 24 на 7, и она уже вопросы начала задавать. Да. Бля, Ребекка гений. Ребекка смотрит наш подкаст и такая, я гений. Она не слила персонажа. Это глубже, чем мы думали. Да, она не слила, а она... Погрузила ещё больше. Погрузила ещё больше. Да, она его углупила. Просто не все выкупили, мы не сразу выкупили. Да, слушайте, хорошо, что мы обсуждаем книги. Хорошо, что мы разобрались и рассказали вам, как всё должно быть. Прикольно, прикольно. Что ещё из важного? А, ну, они же должны на уроках с драконами тренировать свои силы. Но так как у нас Андарна стала подростком и спит, и в принципе нельзя никому показывать, что она уже больше не золотой маленький дракончик, то Андарна на этих уроках не присутствует, а этот долбоёб-вариш, он требует, чтобы Вайлет привела Андарну. Он хотел вообще просто посмотреть на перехвост, а это был его основной поинт, а потом уже он доёбывался, чтобы она его не слушала. Ну, типа, это валидный поинт с его стороны, что, типа, приводи всех своих драконов на занятия. Но также ему Вайлет валидно отвечала, что, ну, типа, мы драконами не командуем, чувак, алё. Честно, честно. А он такой, тогда я, типа, мы не можем командовать драконами, тогда я буду командовать тобой и тебя наказывать за это. И он начал наказывать её то, что она стреляла молниями, пока почти не выгорала. На самом деле, если бы он это не сделал, она не была бы готова к финальной битве. Да, она узнала, как бы, глубину своего колодца. Это полезный персонаж. Вот это был сюжетно полезный персонаж. Да, кстати, один из немногих новых персонажей полезных. Ещё бы только метко стрелять бы её научили, вообще цены не было. Ну, понимаете, что же на неё свалилось то, что свалилось, намного раньше, чем она стала скилованным всадником и вот этим магом. Четвёртого уровня. Да. То есть, типа, в целом, она просто, ей не хватало времени и, возможно, не знаю, эмоциональных сил, потому что вокруг много херни происходит, нормально выучиться. Ну, и плюс она, ну, её не учили нормально этому, и плюс она сама такая просто, я не меткая, всё, и как будто бы она такая, ну, всё, я никогда не смогу быть, она даже не пыталась сама. Мне вот это не понравилось. Меткость тоже странно. Меткость тоже какой-то развить, он как дурочка, блядь, всё, я не умею стрелять метко, отъебитесь. Вот такой у неё был поинт. Пока её вот этот чувак уже во второй части не сказал, ты конченая, ты угроза. И она такой, ты можешь быть угрозой для окружающих. И она в этот момент, я угроза для окружающих. Ну, короче, потом это всё обсудим, но суть в том, что Ви абсолютно, ну, опять нелогично поступила. И опять, это тоже как будто бы не в её характере, если мы говорим про Ви, которую мы узнали из первой книги, потому что она была слабая, но упертая. И она ни разу про себя не подумала, я не могу, значит, я не буду. Она думала, я не могу, значит, я буду пытаться, блядь, до усрачки. И учиться, и читать про это, и всё на свете. И причём вот про революцию. Она в этот момент уперта, что она пошла книги читать и докапываться, но в то же время её, ну, типа, печать и её молнии очень важны будут явно для революции, это 100%. И как раз-таки прокачать этот навык, чтобы быть сильной, помочь не умереть своим любимым и победить, там, и так далее. И тут она не додумалась, она такая, ну, книги мои больше сильная сторона, меткость не очень. Ну, это очень странно, ну, типа, меткость, значит, развивать надо. И, типа, и вообще всё остальное. Вот тут у меня, конечно, даёб был до этого всего, но она продолжает читать книги, вся вот эта муть, и она приходит к выводу, что ей нужно взломать архивы, потому что ей нужны дневники, которых она не может получить легальным образом. Только ещё до этого их крадут для этих вот выживания, и они должны будут работать в группах. И, типа, они не выигрывают в этот первый раунд, и на них нападает дракон Джека. Да, который, типа, после его смерти сбрендил ещё раёбится где-то. Да, немножечко грустит. И там тоже выжигают, там, пару следопытов, но и они, в принципе, как отряд, то есть вот этот вот их Ви, Ри, Ридок и Сойер, они... Ви, Ри, Ви, Сойер. Эти четверо? Почему они так не назвали тебе какую-то айронскую? Ты просто такая, Ви, Ри, Сойер. Я такая, что, потом поняла, что, говоришь, типа, Вайлет, Ри, Анон, Ридок и Сойер. Я скрещаю их, не надо. У меня тоже... Я Вайлет всегда назвала только Ви, а Ри, Анон, Ри. Да. Всегда. Вири. 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 Риви. Риви, я... Риви, я... Это Гераль. Так, это пасхалка Сапковского. Потом следующий момент, интересный, это когда их крадут для допроса, и им нужно рассказать каждому секрет, и их будут пытать, пока они не выдадут этот секрет, но тебя проверять, как они будут справляться во время пыток. И, во-первых, секреты её друзей — это просто огонь. Я уже не помню, но было верно. Там Ридок сказал, что он змей боится или что? Вообще, я хочу сказать, что мне вот эти описания с этими испытаниями очень понравились тоже. Жалко, стрельбы из лука не было. Да. Не, ну на самом деле, очень прикольно, что с тем похищением, когда они должны были найти точку, прийти на точку на карте, всё очень было построено интересно, что их объединили с чуваками из других вообще, как это называется, квадрантов, что их разъединили с драконами, потом ещё добавляется охота других драконов на учеников, и что с пытками тоже. Не только они должны защитить секрет, но при этом ещё должны обменяться секретами, которых не знают организаторы. Чтобы друг друга, типа, с лицами иметь был возможность. Очень, как-то, типа, прикольно, прикольно. Мне ещё понравилось то, что она очень подробно это описала, не просто поверхностно, то, что были испытания, там, и так далее, а прям очень классно погрузила в это. Актина Басгианта было интересно читать. Ну, типа, мне было прикольно. Согласна. Ещё, да, то, что Настя упомянула, варежь с компанией давали им сыворотку, которая, ну, типа, прекращает связь ментальную со своими драконами, и их силы убирает. Вот тут Вайлетт отличилась. Она запомнила вкус воды, который ей давали перед этим. Вообще нельзя пить никогда воду и есть на таких моментах. Ну, только потом она отличилась ещё раз. И потом она им сказала, не ешь, не пейте воду опять, потом перед пытками, типа, потому что она точно так же пахнет. Вот. И, собственно, они обменялись секретами, их забирают, и вроде как Дэйн должен вмешаться. И Ви как раз-таки рассказывает своим друзьям про то, что было, типа, намёк один, то, что война идёт. Ну, не намёк, она такая, ну... Прямо говорит. Да, там есть Виверный, и на нас они напали в прошлом, ну, вот, на тех играх. Собственно, она вот этот секрет даёт. Первый секрет её мне больше понравился. «Я люблю Зейдена Риорсона». Господи, это, блядь, не новость. И она такая, я такая думаю, для неё это новость, она только недавно, блядь, пришла к этому. И в целом то, что она это вслух сказала, но не ему как бы. Да, да. А могла бы она сказать и поебаться. Ну, мне очень нравится вообще динамика этой четвёрки. Очень. Очень классно. Ну, да, причём вот их отношения, как они сплотились, тоже описано очень классно. Ну, собственно, ничего не получается у них выпытать информацию. Их немножко пытают, в основном пытают Вайлет. Они ничего не рассказывают, и пока все что-то отвернулись, Вайлет своим ножичком каким-то образом вскрывает двери, хотя двери заколдованы так, что их не взломать. Там защитные чары стоят в России, вот. И оказалось, что Зейден, булочка, знает руны и заколдовал кинжалы, которые он ей дарил ещё за год до этого всего, так, чтобы она могла ими пользоваться не только по назначению. В том числе там была открывающая руна. Это вообще офигенная деталь, очень классная. Очень классная, согласна. И они первая, сквад, который покидает самостоятельно вот эту вот зону пыточную. И все такие, вау, ещё больше респекта. Вот вы Iron Flame, Iron Squad, пластите. Нашивки побега им дают ещё. И они такие, боже, за нашивки просто убьют всех. Эти, блядь, ребята с Бузгиата. Ребята с Бузгиата. За нашивки убьют всех. За нашивки Iron Squad стреляю в упор. А Вери такая, ну как попаду? А Ви такая, нужно месяца куда-то? Месяца. Месяца, она как кошка под хвостом. Потому что, опять-таки, потому что на дворе весна. Сюда хорни. Весна. Нет, там, наверное, где-то осень уже была. Ну тоже. А у неё такое, типа, весна-осень. Да, у всех больных. Больных. Да, да. Обыстрение. Ну, котов же тоже весна и осень нет. У неё обыстрение, поэтому она ёбнулась. Да, у неё шизофрения. Шизофрения и недотрах. А это в скопе идёт. Да. Одно-другое просто цепляет. Да. Друзья, пишите в комментариях, у вас шизофрения или недотрах. Или оба. Или вы all in идёте по этой жизни. Что дальше интересно? Момент, когда Дэйн её вызвал на бой. Да, мы пропустили это, кстати. Классно был бой. И до этого момента мы же всё ещё, ну, как бы, насуплены на Дэйна. Отойди от меня! Она прям на него орёт. Я так же такая в книгу, ты чё, уйди от неё, а ты? Потому что она же избегала, она всё ещё херово ставила эти щиты, и она избегала любых вообще прикосновений с ним и так далее. А тут он вызывает её на бой, то есть ей уже нет вертеться, и по-любому будет, как бы, контакт. Но я уже после всей книги такая, ну, он не знал, и всё. У меня Дэйна в конце книги абсолютно другое отношение. Конечно, конечно. К концу этой книги? Я повелась конкретно на то, что простить его и редэпшен его. Нет, к концу этой книги я сто процентов по-другому думаю. Я говорю, на момент их драки я ещё была на него злая с первой книги. Но у меня была такая хуйня, что, типа, он в неё влюблён, вряд ли он пытается ей как-то гадость какую-то сделать, и не сделает. И у меня было очень вот такое двухстороннее мнение. То есть я, с одной стороны, не трогай его, не трогай её, и я такая про неё думаю, ты так открыто при всех палишься, что у тебя есть секрет, что, типа, чувак, он сразу понял, что ты от него что-то важное скрываешь, только потому, что ты как кончена начинаешь орать, не трогай меня. Потому что ты поёшь песню, у мамы есть секрет. Просто по всему бузгяту ходит. Ну, типа, она очень по-детски себя с ним вела. И, понятное дело, это друг детства, она была в него влюблена, и он её, по сути, предал, и всякое такое. Но она вообще не держала лицо в этой ситуации. Да, вы знаете, при этом с Эйвеном она держит, типа, лицо в качестве. Но она прям на него была прям в агрессии жёсткой. Ну, в целом, ну, я не думала, что он её предал специально. Скорее, ну, как и получилось, по незнанию, но единственное, что он видел не всё, что мы думали на тот момент, он увидел у неё. Вот. Но даже если бы он увидел всё и по незнанию рассказал Батти, потому что он просто тупой, видимо, был, мы за это на него злились. И плюс, помните, как он в прошлой книге всё время вёл себя с Вайлит ещё до этой ситуации. А, ну да. Но тут он тоже молодец, когда он сказал, типа, ты, когда она говорит, я пришла, и ты был абсолютно другим уже человеком, не того, кого я знала, а он такой, скажи, пожалуйста, а сейчас вот ты второкурсница, как я была тогда второкурсником, ты сейчас такая же, как была, когда парапет переходила, или нет? И она такая, бля, резонно. Ну и, да, короче, он не сдался и нашёл к ней ключик. Да. И ладно, это потом будет. Очень классный момент был. Вот. И дальше она организовывает взлом архивов. И ещё же она узнаёт от Дайна, что это мать избивала Риорсона розыгран. Да, да. Вот в этот момент на поединке он ей говорит, выкидывает эту информацию в неё. Мне это так было плохо, если честно. Но это ещё один, блядь, нам виток для их конфликт. Что он не рассказал ей. Для недоверия, да. Да. Кстати. Вот именно такое лицо у меня было, когда я читала. Просто закатывание глаз. Ещё до взлома архива была тоже классная сцена школьная, когда они пришли на этот бриф, и там лежали эти пропагандистские листовки, и про то, что на какой-то город за границей спалили и убили там десятки тысяч людей драконы. И очень классный был момент, когда преподаватель такой, так, все думают, типа, это правда, неправда. Он такой, так, это была проверка, потому что, помните, мы с вами говорили про роль пропаганды в управлении государством, всё такое. Но, очевидно, вы такой гвалт подняли, вы не готовы для этой проверки, поэтому так, сдайте эти листочки. Прикольно было. На самом деле, они молодцы, как выкручиваться умеют. Вообще, у меня очень понравилось, какой выкрутился. И я такая, блин, я даже на секунду тебе верю, чувак. Да. И тут же мы узнаём, что воскрешают Джека. Да. Он приходит, о, я такая, типа, твою мать, я к счастью, что за говно, сто процентов, я такая, сто процентов этот Джек войнитель. Да, ну тут уже, блядь, было понятно. И как он в Басгиате тогда учится, если, типа, это всё секретно. И меня это так вырубило, если, тем более, руководство Басгиата знало, что он войнитель, знало, что отдало его на лечение к этому пидорасу. Нолану. Нолану. И вот это вот всё, это такая нелогичная хуйня, если бы реально Басгиат и вообще вся Навара скрывают такую хуйню от простого Люда, что эти существуют виверны, войнители и так далее. И потом у них, к ним приходят учиться войнители, они такие, ну, в принципе, нормальный парень был, Джек, хорошие оценки получал, оставляем. Нет, они бы его сразу на корню разрубили, потому что они убивают даже тех, кто просто имеет способности опасные для них. Мне нравится то, что даже охраны около него не было, ну, хотя бы посмотреть, что он делает. Потому что, как оказалось, он делал очень многое для того, чтобы, блядь, потом эти военители в Басгиат могли проникнуть. И смотрите... Это вообще... Это тупо тибиловый сюжетный ход. Он ломает нам всё, всё, что мы знаем про Басгиат. Да. И ещё один момент. Когда нам говорят, что его воскрешают, потому что мы знаем, что Вайлетт его прям убила, то есть это непростое воскрешение. Во-первых, нахера нам воскрешение? Первый вопрос. И вот то, что ты, Света, сейчас сказала, что вся его сюжетка, она абсолютно нелогичная. Не нужно было его воскрешать, нужно было взять уже существующего, живого, любого другого ученика. Возможно, даже кого-то, не знаю, из ближнего круга, чтобы сделать это ещё предательством окрасить. И сделать всё то же самое. Да. Потому что вы взяли... Во-первых, нахуя вы, в принципе, его начали воскрешать? Типа, испытать какие-то новые, не знаю, лечебные... Чтобы сыворотку получить, вот эту вот, которая печати и разговоры с драконами закрывает. Они же из-за Джека, я так понимаю, из-за его крови хуёвые, я не знаю, спермы, откуда-то вывели эту сыворотку. Нолан ему типа сутками дрочил. Я там вот такой уставший был. Да, он такой, господи, я заколебался, у меня руки в мозолях. У него ещё, да, типа, у него была физическая усталость, но ещё и моральная, потому что, ну, типа, у него это была травма психологическая, поэтому он сюда такой осунувшись и побелевший ходил. Да. Ну, короче, это было пиздеценно логично. И я ещё думаю... То есть это сыворотка, это не с первой Джекой пили всё это время? Бля, сладенькая. Сладичка. Ага. Литая какая-то. И я ещё думаю, типа, вот вы нам воскрешаете прямо мертвяка, и я бы тогда уже ожидала, что это будет какое-то, знаете, вот типа как гора в «Игре престолов», который нихуя сам не соображает, а просто подчиняется как машина приказам. Что-то хоть такое. А тут нам возвращают просто чувака, и он сам себе ходит. Короче, это было бессмысленно и нелогично абсолютно. Вся ситуация с Джеком — это был плевок в лицо всем, кто умеет рассуждать. Нам всю первую книгу рассказывают, насколько басгад жестоко к тем, кто просто имеет печать, которая может быть опасна для их секрета, и вдруг они сам секрет выпускают в общество. Ну, типа, это очень тупо, и я за это очень злилась во время книги, и мне прямо в моменте хотелось её закрыть, сказать, «Ребека Яроста, охуела? Это что за хуйня? А где твои корректоры? Почему, когда они читали это говно, они не сказали тебе, что это просто наёб для гоев каких-то? Хуйня». Максимально дебильный ход. Особенно учитывая, что их состояние, типа, я так понимаю, с каждым разом, когда они черпают энергию из земли, ухудшается, 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 у них они слетают с катушек, и они его реально отправили типа в школу, и опять говорю, просто не следили, блядь, за ним. Такой, иди в поле, блядь. Ну, в принципе, мне кажется, особо люди не любят воскрешение в книгах, и если тебе уже прям сильно надо сделать воскрешение, то над этим ходом нужно подумать прям десять раз, прежде чем его вкидывать, а тут он вкинут вообще натоебись. А я в какой-то момент, он же в первой части был, его воскресили. В первой части книги. А, ну. В первой части книги его воскресили, и вот у меня же была первая часть, книга раздана на две части, первая часть, вторая часть. И в первой части, когда вот про Базгиат была вся эта история, а потом про революцию, и в Базгиате его воскресили, и у меня был перерыв между книгами, типа между частями. И я читаю, и потом появляется Джек, и такая, блядь, точно там будет, Джек же воскрес, и я такая, господи, какой пиздец. Чисто вот Джек, это было в середине книги, что он воскрес, спас Вайлет, когда за ней её хотели убить, типа должок отдал, хер пойми какой. Короче, он её спас, и следующий момент, конец. Да, и пропал. Это всё, это вот этого человека для этого воскресили? Да, вот типа это такая дырень огромная. Не уважаю я авторов за такие поступки, но двигаемся дальше. Наконец, перейдём к ёбаным архивам. В очередной раз Эйден приезжает к Вайлет, они могут поговорить, у них свободная ночь, и он видит, что она какие-то книжки читает, и оказывается, что она сегодня должна идти к Есинье, чтобы забрать очередную контрабандную книжку, и он такой, я пойду с тобой, я хотя бы посмотрю на эту Есинью, и я такая сразу, ага, вот тот секрет раскрывается потихоньку, вот нам намёки про то, что как он определяет, опасны ли люди для революции. Ладно, мы-то ещё потом обсудим, но они идут к Есиньей, и они такие, нам нужно взламывать архивы и идти за дневниками. Что они, собственно, и делают. Мне очень нравится, что он такой, ты не пойдёшь без меня, значит, я буду тоже рисковать шкурой, если ты уже, тебя нет говорить, тебе это надо, и всем это, в принципе, надо, значит, я пойду с тобой. И достаточно неплохо он проворачивает операцию. Они идут, они ещё этого Арика привлекают, потому что из-за его крови. Да, и опять-таки, нам вкинули персонажа, типа, интригующего, потому что это под прикрытием сын короля, ну, типа, в секрете от бати и так далее. Потом нам вкидывают то, что он, оказывается, всё знает, поэтому он пришёл в этот квадрант. Да, да. И ты думаешь, ну, наверное, он должен выполнить какую-то роль, но при этом нам никак вообще не подводят к этому, и тут нам вкидывают, нужна королевская кровь, и ты такой, а, вот для чего нам персонаж нужен был, и всё на этом. А самое смешное, что это реально всё. Да. Это всё. Очередной персонаж, который вкинут, закрыть какую-то галочку, которая сама, которая придумана в моменте этой книги. Да, которая могла не быть, либо тогда его персонаж должен был играть какую-то другую роль в этой истории. Да, добавили бы... Вот я, например, что ждала? Я ждала, что будет любовный треугольник, что появится Аарик, она дружила с ним всё детство. Я думала, у них будут романтические отношения. Я думала, будет что-то интересное, что Зейдана заставит попереживать, а единственный ли я мужчина в её голове вообще. Я думала, что для Вайли это станет знаком понять, что он действительно чувствует к Зейдану, а что просто типа похоть. Ну, то есть что-то интересное можно было из этого вытянуть. Как хорошо мы можем придумывать книги, чужие девочки. Слушайте, это вывод сегодняшнего подкаста. Я ждала, что больше, кроме того, что у него тупо королевская кровь, которая очень удобно оказалась под рукой в моменте, будет больше раскрыта вот эта дополнительная, может быть, пусть маленькая, хоть какая сюжетная линия с тем, что он сбежал, блядь, от отца, он же не может просто уходить, типа, домой. И король сына не ищет своего или что? А нам в конце сказали, тебя ищет отец. А, спасибо нахуй. Бать король не может найти сына под носом. Черт, три квадранта. Чисто, пошёл в школу, где он. Да. Пропал. Пришёл к своим генералам разным. У тебя мой сын, у тебя мой сын, у тебя мой сын. И что, кроме Вайли, ты его никто не узнал? Ну да. А мать Вайли, ты она его не узнала? Она же, блядь, его узнала. Она ему и сказала, о, тебя батя ищет, и пошла дальше. И на этом нам закрылись какая-то линейка. Да, хотя преподносилось это как, типа, ну, что-то большое, это будет плод-твист какой-то интересный. Или мы узнаем, что на самом деле, ну, понятное дело, что принц будет против короля и вот этого всех забуты против. Можно было раскрыть это. Особенно учитывая, опять же, момент то, что они дружили реально в детстве с Дайном и с Вайли, типа, они прям дружили. То есть вот эта вот линия, линия про то, что он просто вбросил, что он всё знает, и опять пропал, это что за хуйня? Я считаю, что было так. Ребекка выпустила первую часть, когда у неё уже было почти написано вторая, и она вторая без нормальной корректуры. Потому что нужно побыстрее на хайпе выпустить, чтобы максимально много купили людей книгу, и максимально больше заработать с этого денег. Так и произошло. Но, да, и самое обидное так и будет происходить, потому что люди хотят закончить серию. Но, я честно скажу, я не знаю, хочу ли я читать дальше. Я хочу посмотреть, какая была следующая книга. Я буду по ней следить. Потому что я хочу дать шанс серии, потому что, ну, охуенно было, если бы все книги были на 5 из 5, но не всегда так бывает. Первая была очень классная, и вот на кредит доверия по первой книге у меня ещё не исчерпан. Пусть к этой книге ещё много вопросов, но я хочу следующую почитать, чтобы убедиться. Она же тоже скоро уже выйдет. Нет, про неё пока все нет. Уже есть название. Что-то там, Onyx. Какой там Onyx. Я имею в виду по дате выхода. Fucking Onyx. Ну, короче, они крадут дневники, выходят из этих архивов, Зейден забирает один из дневников, страстно целует Вайолет, улетает, и через секунду её опять напаивают хуйнёй какой-то. Бля, это просто... Вы знаете, этот момент, когда ты читаешь, и Нолан подходит такой, на водичке попей, ты такой, ты вообще... И она берёт и пьёт. Он спрашивает, типа, are you thirsty? И я такая, Вайолет, ничего, я не пей. И она в эту секунду, да, конечно. Это дневником, блядь, в сумке. Тупая пизда. Это был такой тупизм со стороны Вайли. Ну, типа, если она в прошлой части была хитрожопой, то сейчас она просто жопа. Это как будто бы она вот пососалась с Зейденом, и просто всё ещё в мыслях про поцелуй, видимо, и воды попить. Но это... И типа Нолан старый её знакомый, он там её всегда лечил, она ему доверяет, и всё такое. Аккуратно, Света. Там мои ядовитые слюни. Неси её в пыточную. Пусть вырубится. Ну и начинается 35-я глава, офигенная, мне она очень понравилась, глава про пытки. Это вот с этого момента до конца первой части просто невозможно остановиться читать, это очень интересно. Да, да. В принципе, люблю пытки. Да, пожираю. Мне очень нравится в книгах пытки. И было хорошо написано это. И сейчас будет важный момент. Её пытают, и она видит Лема, и я считаю, что это её вторая печать. То, что она может разговаривать с мёртвой. Я тоже так подумала. И я вам приведу пример, почему. Я такая начала, ну типа вторая печать, и в ТикТоке смотрю, и люди такие, нет, это её не вторая печать, это просто травма. Она видит, типа, человека. Я вам разъебу сейчас этот аргумент. Давай. Лем говорил вещи, которые уже она даже не знала. То есть, ладно, если бы её сознание, типа, а он ей отвечал, что Зейдан уже летит сюда. И ещё какие-то вещи. Я уже не помню, какие. Надо было перед подкастом вспомнить. Потому что Зейдан летит сюда, в принципе, это она могла себе надеяться просто на это. Там ещё какие-то вещи были. То есть, ты хочешь сказать, что у нас ещё есть ёбаные духи умерших, которые шарят за происходящие? Я думаю, печать, что у неё целая печать, что общается. Она может говорить с мёртвыми, то есть это с мёртвыми, с которыми можно говорить. Я знаете, как думаю, это классно было бы выкрутить, чтобы она поговорила с кем-то из основателей потом. И с папой. Ну с папой. И с мамой. Я имею в виду для сюжета, что она сможет поговорить с кем-то, кто уже умер, ну вот эти вот основатели Навары, узнать какие-то важные ещё моменты, вещи. Наверное, учитывая, что они в дневниках могли пиздеть. Да, только они пиздели, но мы уже знаем про это. Я думаю, что это ещё вот так вот проклюнется. Но Лем говорил такие вещи, про которые даже она не была в курсе. Поэтому я думаю, что её вторая печать — это общение с мёртвыми. Плюс у нас Андарна, очень старый древний дракон. И, возможно, с этим тоже связано, что Андарна как бы двух, по сути, времён. Понимаете? Двух миров тогда. Ну, типа всё вместе. От древности и настоящего. И, возможно, поэтому у неё будет такая вот печать. Ну, мне так кажется. Если бы я была автором, я бы так сделала. Ну, если что, Ребека, записывай, пожалуйста. Да, хороший вариант. Мы столько их день накинули. Вообще, ну типа... Как обычно, у меня не понятно. Когда уже авторы послушают и поправят свои книги. И возьмут нас, как своих негров, книги писать. Нет, не негров, корректоров. Корректоров, да. Корректоров, потому что мы с вами читаем книги очень доёбчиво. То есть не просто мы ищем доёб, чтобы доебаться, или там высмеять, или сделать прикол. А мы замечаем вещи. Потому что, в отличие от... Вот я, например, раньше, когда читала книги, не к подкасту, я читала, и мне, в принципе, всё нравилось. Я закрывала глаза на огромное количество проблем в книгах. Ты, возможно, без того, чтобы... Ты читаешь, читаешь, по ходу дела. Понятное дело, тебе могут не нравиться какие-то вещи. Но ты, редко закрывая книгу, обращался к ней ещё раз, чтобы что-то проанализировать. Да, а сейчас мы, по сути, готовимся к подкасту, и мы... Проводим анализы. Да. Проводим анализы. Мы такие вещи, я такие вещи стала замечать. До этого я их не замечала так остро. Поэтому сейчас, например, если вы автор, обращайтесь к нашим услугам. Да, и, ну, прошу заметить, у нас очень часто очень интересные идеи бывают, которых нет в книгах. И тут подборка про пизденок кисель. Ну, мне сегодня понравилось, как Света сказала, не хитрожопа, а просто жопа. Собственно, вот, её пытают, она видит Леема. Вот этот мент был первый, когда я плакала в книге. В этой книге достаточно много плакала. Это был первый, единственный, кстати, раз, когда я плакала. Все моменты расскажу, потому что я всё помню. Я плакала, когда она разговаривала с Леемом, потому что мне очень нравился Леем. И несмотря на то, что я читала и знала, что он умрёт, в первой части, я к нему всё равно прониклась. И очень на меня вот это давит, что мёртвый друг, и вот она так, чувство вины у неё. И я, короче, поплакала на этом моменте. И потом трах-теребух, и вызывают Дэйна. И Дэйн такой, мне нужно её потрогать, да? Он её трогает. И зацитки. Так, ну-ка, давай усминание своё. Вижу плотнение. И Вайлет такая, это мои соски. Короче, и он всё это видит, и нам кажется, что он предатель, и он берёт и пыряет этого пидораса. Да, классно было. Блин, вообще nice. И в этот момент я такая, Дэйн, прощён. Просто. Да, и мне нравилось тоже, что Вайлет в этот момент уже, ну всё, я всех предала, типа вся революция конец, всем моим друзьям, Зейдену, всем конец. И она до последнего, она же тоже всё ещё думает, что Дэйн говнюк. И она понимает, что он уже всё знает. Ну, я люблю такие моменты, короче, когда персонаж до последнего думает одно, и потом его мир переворачивается относительно персонажа, или относительно ещё чего-то, с ног на голову. Это всегда очень эмоционально и эффектно выглядит. Вспомнила момент, над которым чуть-чуть поржала. Давай. Во время пыток. У вариша печаль. Оля, да! Знать слабости других людей. Я думаю, какая же пососная печать для человека, у которого такое самомнение и уверенность в себе. Причём, там было написано, что эта печать не работает, если у людей щиты стоят. Так их все в школе ещё учат щиты ставить. Да, это просто самая пососная печать. Пиздец. А ты знаете, как вот эти вот люди, да, у которых есть какие-то вот эти, я не знаю, которые низкие, но они пиздец как бы ёбываются. Наполеон, типа. Что они высокие, да. Типа прям просто, и я тут всех порешаю. Это вариша. Я когда узнала про его печать, я такая, что, блядь? И твоя слабость, Вайолетт, это люди, которых ты любишь. Я такая, ну, типа. Я тебя безумно особо способствовала, блядь. Это опять зацелила, как Перси Джексона. Это была слабость Перси Джексона. И Афина мне всегда говорила. Вайолетт Перси Джексона? В юбке. Да. Реально? Поэтому, она тебе так понравилась в первой части. И вот знаете, типа, такой вывод во время пыток можно сделать и без этой способности. Так я говорю, я без печати, блядь, я это могла сказать вам и так. И я просто, мне кажется, ну, я угорала с того, когда он сказал свою способность. И причём с гордостью. Да, типа, вы знаете, на уровне, как читать мысли и прочее. Да. Молнии, твои молнии хуйня. Вот я тебе скажу слабость, что этого придурка. Что ты любишь своих друзей. Я скажу слабость этого придурка. Подожди, у него щиты, давай другого. Я типа... Это мой седой. И тут я такая, господи, что? Да. То есть, и даже, в принципе, он может сказать слабости, но там первокурсников только. Да? И детей. И он такой смотрит на кого-нибудь, на слабость чувака, первокурсника, и он такой, его слабость, он боится обосраться при виде дракона. А чувак стоит в говне. Я такой, я же говорил, я крутой. Ну, вот так вот пишется злодей в книгах. При этом, это, вот как ты правильно сказала, чуть ли не единственный второстепенный новый полезный персонаж. Охуенный. И он такой лох. Я говорю, я когда это прочитала, я такая... Окей. Окей. И ещё дракон одноглазый. И ёбнутый, которым он не управляет вообще. Да, да. И вообще его ноги... Вообще, посочувствовать надо этому Ваеву. Да, да. Сочувствую, что он не сдох раньше. Я не удивлюсь, он типа ещё хромой какой-нибудь. Или импотент. Да, это факт, я думаю. Да, это факт. Это факт. Нет, к сожалению, нет. Если он импотент, то никакого факта. Ну, только вот такой. Ну, и, собственно, Риорсон что-то делает? Он берёт трупы виверн и скидывает их на Базгят. И освобождает... Стоп, стоп, стоп. Не на Базгят, а на Самару. Он всякий, чтобы всех отвлечь. Да, и они все туда летят, и он врывается и такой к Дэйну сразу подходит. Ну, понятно. Читает его интенсивность. И я такой... Го с нами. Да. Да, да. И мать ещё туда прибежала. Да. И, ну, там, сказала, беги, дочь. С Богом. Только не пускать, они не несут, стыдно. Да. Соленгейлы выходят своими ногами, на драконов садятся и так далее. И Валя такая... Только расслабилась, блядь, в руках мужика. Ну, несколько дней пытали, дайте хоть... Но она ещё добила этого дебила. Вариша. Да. Вариша. Моя... А твоя слабость, ты долбойебизм. Ну, все мы немножко с такой слабостью, конечно. Мы ещё пропустили момент секса. Давайте тогда секс потом в конце, а потом в второй части. И они перед тем, как ещё после... Вот с мамкой поговорили, Валя настаивает на том, чтобы забрать всех из базгиата, кто пойдёт с ними. Да. И они вот речь толкают, Валя помогает. И половина школы летит вместе с ними. Мне понравилось, что много преподавателей летело за ними. Да. Я так обрадовалась, что вот эта женщина хорошая. Да. Которая ей давала подсказки про Зейда на то, что, типа, это он раненый, и лети к нему. И, короче, и вот они все летят домой к Риорсену. А теперь момент, который мы пропустили, секс. Да. Секс вздуша. Когда она к нему полетела, что он, типа, раненый, непонятно что. Во-первых, я на нее даже разлилась в этот момент. Она вскочила, как долбанутая на эту лошадь, на дракона села. Лошадь. А что ты разозлилась? Это же было под действием Тарна. Да. Я уже потом поняла, что это, типа, она не совладала с его эмоциями, но в моменте я такая, она вообще не держит лицо. Она палится, как не знаю кто. Но, как бы, ее тоже можно понять. И любимый мужчина, плюс этот дракон нервничает. У него бицепс порезан. Да, это... Единственное, что было у Зейдена, это шрам на новом бицепсе. Я ждала, пока кто-нибудь скажет прослизывать кровь. Что она и делает. И не только кровь. Да. Ну, собственно, у них происходит очень горячая сцена в душе. Мне понравилось. Очень горячая сцена. У меня буквально в заметках написано «Горячо ебутся». У меня у Зейдена шрам на бицепсе. Секс. Интимная сцена у нее написана. Давайте будем откровенны. Это в других сценах. Интимная сцена другой. У меня еще, знаете, есть в начале... Это вот самое-самое начало. Во-первых, я хотела вот заметки. Я их пересчитываю только в подкасте, когда мы уже записываем. Но сегодня мы с Настей решили пробежаться в начале, ну, типа, до записи по заметкам. Начало второй книги, то есть, да, я записывала только важное, что нужно будет, ну, типа, не забыть. Встреча с братом, она кушает. Слава богу, что девочка поела. Печенье. Неважно, что... Я тоже удивилась. Революция, все. На печенье. А у Зейда нормально. Ну, нет, у революции нет денег. И потом опять, смотрите, перед пытками. Овсяная, знаете, такой без сахара, без ничего. И перед пытками упирать только печенье дали. Что за у Ребеки фиксация на печенье? Любит печенье человек? Ну да, у меня тут есть просто интимный момент к Сейданам и... С кем? С Сейданом. Ну, блядь. Ты следи за языком. Твоя слабость это говорить кс вместо за. Кс-кс. Кс-кс, Сейдан. Кс-кс-кс. Всё, давайте, интимный момент в душе. Так, ну хорошо, потрахались. Понравилось. Да. А в книге что было? А прикиньте, то же самое. И, кстати, в тот момент мы же первый раз едем с Вайолет и Зейданом передавать кинжалы Грифонам и знакомимся с его бывшей. Угу. Катти Кэт. Очередной персонаж, который выполнял очень странную роль в этой книге и был слит. Ну, насчёт Кэт не совсем так согласна, потому что у нас, типа, в чём прикол? У них же потом какая-то связь такая уже более дружеская вырастет. Доверие, уважение. Это очень слито, это очень скомканно. С чего она вдруг решила её вдруг зауважать? С чего она... Ну, типа, я понимаю, если бы она её зауважала, например, вот, она же больше всего начала злиться, когда Летунья умерла, а Ви спасла своего. Да. И в итоге она начала её уважать за то, что Ви спасла своего лучшего друга. Понимаете? Да. Я понимаю, если бы она её начала уважать, если бы она спасла точно так же Летунью какую-то, другую Летуна из её сквада. Да? Сквада. Понимаете? А тут, ты меня зауважала за то, что я бы и так сделала и делала до этого, просто, типа, ты нахуй не видела. Ну, типа, мне что сразу не понравилось, когда нам ввели эту бывшую, сразу понятное дело, что начнёт развиваться, это то, что Вайлетт начнёт ревновать, хотя я не ждала, что она будет нон-стоп ревновать к этой бывшей, причём у них ничего нет, то есть это реально просто вот такая дебильная, ни на чём не основанная ревность к бывшим. Кэт вела себя, типа, как сучка и всё такое, но, по сути, это послужило только очередной причиной нам испортить отношения между Вайлетт и Зейденом, но это ни во что интересное не выросло тоже. Если бы, например, она зацепилась за то, что ты мне не сказал, что ты был помолвлен, да, это одно, а она так как будто эту информацию, ну, типа, чуть-чуть такая, ну, какая-то хуйня, но потом такая, ну, в пизду, то есть вот так примерно это происходило, ну, это намного больше проблема, во-первых, во-вторых, давайте будем откровенны. Ви сама говорит, у меня тоже бывшая есть, как бы, и мне очень понравилась позиция Зейдена на момент, она такая, я не хочу про это ничего знать, не потому что мне неинтересно, а потому что я буду на говно сходиться, но, с другой стороны, это тоже немножко по-детски, ну, типа. Не, ну ладно, по крайней мере, он это сам понимает, и такой, типа, оно мне не надо, и пускай. А если тебя это волнует, спроси, блядь. Да, и, ну, короче, мне не нравились эти разборки между Ви и Кэт, было странно. Мне понравился только единственный момент, где она ей сказала, спасибо за этот трик с пальцами, которым ты его научила. Да, да, вот это было красиво. Ну, какие-то, понятные дела, моменты, типа, в самом, как сюжетка, это было тоже недокручено. Вот этот момент, когда она вызвала её на бой, и начала ей рассказывать, что знает вкус Зейдана, и его пальцы были во мне, я такая, что, блядь? Вот представляете себе, вот, вот представляете себе, что вы встречаете бывшую, или, ладно, нынешнюю своего бывшего, и вы такие, а я помню, как на вкус был его хуй. Я не представляю, это было странно, кринжово и жалко. Это пиздец. И я такая, и все слышали. Да, и ты такая, типа, с гордостью это говоришь, серьезно. Это кринж, я типа, при всех, да. Если встречаешь настоящую бывшего, ты максимум... Говоришь привет, да. Если вы знакомы. Если вы знакомы, если вы не знакомы, вы делаете вид, что ты не в курсе, кто это, блядь. Всё. Привет, а он всё ещё солёный на вкус. Нет, типа, привет, а он всё ещё не моется перед сексом? Ладно, мы познакомились с Маскет, познакомились с Маскет, отдали кинжалы, всё. Возвращаемся снова к концу событий первой части книги. Вайлет крадёт половину студентов и преподавателей без Геата и везёт их домой к Риорсену. Это была осознанная кража. Ну, это даже не кража, они все им рассказали ситуацию, они сделали выбор, драконы сделали выбор и полетели. А мы ещё узнаём от матери, почему Ви была в квадрант летунов этих, ну, типа, райдеров запёкнута, потому что... Да, соберись. Короче, почему она бы, её затащила мама в квадрант всадников, потому что если бы она пошла в квадрант певцов, как хотела и как хотел её отец, то она бы узнала правду намного раньше и сто процентов бы с ней не смирилась, и поэтому её затащили во всаднике, чтобы она не узнала правду долго. Да, ну и то, что мы теоризировали после первой части, что она хотела, чтобы Вина научилась защищаться, была сильной с драконами охуенной женщиной. И мы узнаём, что мама попросила Зейдана приглядывать за Ви и не дать ей умереть на первом году обучения. И Ви такая, она как будто это очень легко схавала это всё говно, и в конце нам чуть-чуть этого дадут, но она это очень легко проглотила, как мне показалось. Но она только на Зейдана очередной раз сагрилась, ну типа в конце. Нет, после этого мать рассказала. Она копила в себе, копила-копила-копила, она переживала из-за этого, но и в конце уже такая, я это тоже знаю. Он так чуть-чуть не спрашивала, раз знаешь. Вот как он на неё реагировал? Я бы её леща уже дала, если честно. Да, честно говоря. А он вот так с таким спокойствием, внутренней силой, всем вам мужчину такого терпеливого, который будет всё это говно хавать. Преподаватель детского сада. Ну он чисто влюбился на свою голову, и всё. А вы посмотрите, почти все книги рассказывают о том, насколько становится в мужика жизнь мизерабл, когда он влюбляется в бабу. Как такую спридурью. Типа, да, насколько у него говна много появляется и проблем. Вот у него была революция. Казалось бы, забот выше крыши. Ещё это пизда. Да, и это пизда на голову. Мало того, что просто следить за ней, так потом ещё влюбился в неё. А потом ещё она не даёт даже следить за тобой. Да. Жесть. Начинается вторая часть. Мы прибываем в Риорсен поместье. Риорсен хаус. Риорсен хаус, да. Пять звёзд. Риорсен хаус. Короче, прибываем мы домой к Риорсену. Ой, там всякая хуйня. Они начинают опять делать вид, что это школа и снова всех учить всему. Ну, хотя, с другой стороны, правильно. Но, с другой стороны, как бы... Думать про революцию тоже чуть-чуть. Ну, они параллельно всё это делают. Ну, такое ощущение, что думают про революцию только типа семь этих человек, которые типа стар... Ну, не старосты, а главные. Вот, можно было задействовать там третьекурсников хотя бы в каких-то вещах, мне кажется. Мне кажется, всё правильно они сделали. типа им хватало, скорее всего, телов, которые придумывали планы, у них уже до этого были планы и так далее, а вот этих всех чуваков, окей, надо посвящать в происходящее, но они будут полезнее, обучаясь, и полезнее, когда они будут реально готовы что-то делать там к битве и так далее. Нет, ну, то, что их обучают правильно, у меня просто смутило то, что их снова типа по комнатам рассортировали, что у них отбой, расписание строгое, вот, например, V, да, это расписание вообще, ей надо было, чтобы всё время она занималась только дневником, по сути, и только своей меткостью, как мне казалось, ну, возможно, рунами можно было её научить. это как физика, история. История Белоруссии, математика. Она что-то изучала физику, историю. Да, да. Ну, поэтому в революции пригодится. Ну, ладно, это всё вилами по воде. Что с сюжета следующая происходит? Мира, к ним присоединяется, воссоединяется, прилетают, вообще, типа, новые ребята, и Мира встречается с Брэнноном, и такая, брат, ты ли это? Она злится, ну, больше намного, чем Вайлет, когда узнала про Брэннона, предъявляет ему. по мордосам, по мордосам, мы даже, мне этот момент, когда они втроём разговаривают, и Зейдан такой, а я ещё хотел брата или сестру, чтобы у меня была, и вижу, что не стоит. Ну, вообще, всё взаимодействие вот этих вот, блядь, Брэннона, Мира и Вайлетт, мне очень нравится, очень прикольно. И происходит то, что Вайлетт такая, типа, значит так, нам нужно лететь к этому... Графу. Графу Текарису, если мы хотим светочь, а он светочь, там даст светочь, типа, это а-ля вот этот вот шар, камень, да, в котором, типа, можно сделать, благодаря которому защитные чары, там, типа, накачать его чем-то. И Зейдан всё время говорит, нет, ты никуда не поедешь, ты будешь, типа, он тебя заберёт, и поэтому этот вариант сразу отпадает. И Вайлетт такая, разговаривает со своими братами и сестрой, и говорит, поехали, поговорим просто, что он хочет, типа, я покажу ему, как я метаю молнии, я уже знаю, что такое меткость. Не знаю, знаешь, что такое, но пользоваться не умеешь. Знаешь, что это за слово такое. Это знаете, какая-нибудь хуйня в сексе, которую ты знаешь, что это такое, но вряд ли когда-то попробуешь. Так же Вайлетт, но ей говорят, давайте... Секс с мужчиной. Давайте Ренали, здесь ебись. Да. Как хочешь. И они летят туда, Тарн... Вайлетт попросила Тарна, типа, не говори с Гейл. Тарн такой, окей, с Гейл. Не, он такой, я-то ей не скажу, но отследить его она может. И в итоге, когда они туда прилетают, им нужно поделиться каждым секретом, потому что... не секретом, правдой, чтобы зайти в этот дворец, потому что там вот этот вот детектор лжи ещё один стоит, и они там типа говорят всякие секреты, и Зайдом такой, почему ты не там, где я тебе, блядь, оставил? Да, это было очень весело, и я не понимаю, почему она так злится. По сути, это нормально, что твой партнёр, неважно, мужчина, женщина, ну, либо кто вот в отношениях, да, всегда твой партнёр, неважно с какой стороны, будет заботиться о твоей безопасности. Да, возможно, он немножко был неправ, что он вообще такой, ты никуда не поедешь, потому что камень нам очень нужен, но ты единственная... Ну, надо было подумать тогда, как это провернуть, а не говорить сразу нет. Да, да, но понятно его негодование, и понятно, что он хочет, чтобы она была, ну, не обязательно, например, в безопасности, но хотя бы там, где он знает, где она. И это нормально. Ещё она так бесится, как ненормальная, потому что она на него бесится, если он себя опасности подвергает, но при этом её бесит, если он бесится, что она себе опасности подвергает. Давайте ещё. Ну, опять-таки, тут ещё начинается вот этот дурацкий мискоммуникейшн, когда он, типа, нет, ты туда не поедешь, и точка, вместо того, чтобы рассказать, почему ты считаешь, что туда нельзя ехать, потому что его опасения были не напрасные, он знает этих людей, как оказалось, очень хорошо знает. Как оказалось, очень хорошо, и объясни ей, в чём опасность, не в том, что тебя просто заставят показать неткость, а ты не сможешь. Скажи, что чувак любит коллекционировать интересности, например, и так далее. Объясни ей, почему нельзя, и продумайте вместе, как это сделать, потому что, в любом случае, что-то необходимо делать, а не просто сиди, блядь, заперти, и никуда не едь. Она такая, ну, похер, ничего не зная, поеду туда. Очень странно. Но в итоге они туда приезжают, их переодевают для ужина и для демонстрации навыка, как в голодных играх. И ей надо попасть в сундук, а это сундук отца Заидана, который, типа, это, по факту, показательный момент для него тоже, потому что он отказался от помолвки с его племянницей, а племянница у нас Кэт. И Ви идёт метать молнии в этот сундук, Мира идёт с ней, чтобы ей, как бы, прикрыть жопку, если что, и из этого сундука выпрыгивает выминитель. Да. Опа! Да. Здорово! Пранк! А не здесь отдыхаете, девочки? Ну, типа, это, что, зачем это было? Проверить её, её реакцию, её меткость, её молнию. Да, по-настоящему проверить её способности. А не просто вынеудушевлённый предмет, пожалуйста, запули молнию. Не, ну, понятное дело, ну, типа, ладно, у меня просто в момент этот, он мне понравился в книге, но со стороны стратежки он немножко выбесил. А если бы она не справилась? Ну, тогда она нахуй не нужна ему. Да, да, она не нужна просто. А соглашения остальные, какие? Как бы он провернул, возьмите Летунов. А так он это сказал про Летунов, только когда она всё показала, и они Светоч дали. То есть тут, типа, как бы, это они приехали к нему с просьбой, а он вообще у них нихрена не просил, и он про этих Летунов чисто в последний момент такой закинул, так, значит, окей, Светоч и Летунов возьмите, вот так вот, а не то, что, типа, мне надо куда-то пристроить моих ребят. Ну и возвращаются они вместе с Летунами и Светочем в новый Базгят 2.0 Риорсенхаус, и теперь им нужно сдружиться с Летунами этими, им нужно сквады заново сформировать, и они лезут через гору. Ещё они, когда Светоч получили, они попытались защитные чары эти установить, там, типа, кровь шести людей под дождём и так далее, но у них ничего не получилось, Ви расстроилась и пошла утопать в самообичевании и объединении сквадов. Да. Собственно, они перелазят через эту гору, Грифон, Летун и Всадник. Анекдот какой-то. Да, это реально. Лезут на гору. А в чём был прикол? Я понимаю, что, типа, провести, типа, посвящение Летунов. как вот это вот, помните, была у них перчатка в первой части, типа, проверить их на стойкость. Ещё вот этот момент, то, что люди, ну, типа, ребята из Базгиата и Летуны, они обучались совершенно по-разному. Те более в человеческих условиях, и для них недопустимо, что кто-то умирает. У них даже Летунами не становится так, что ты можешь умереть просто на любом шаге, когда тебя дракон может выбрать. А у них это ты просто с горы прыгнешь на своего Грифона или не прыгнешь. Если не прыгнешь, то ты просто в водичку и дальше просто... Можешь ещё попробовать или живи дальше спокойно. И у них нету такого, что кто-то друг друга убивает. Они вообще... Они умеют какие-то делать защитные руны, всякие разные руны. Ещё у них это малая магия, небольшая есть. То есть они такие, типа, а-ля... Ну, Хоббарс. На минималках. Типа, да. А всадники на минималках всё нормально, всё дружественно, а эти ебашимся до последнего. И они, типа, такие... Ни за что. У вас реально так, а у нас вот так. И, короче, ну, они тоже прикольно, как они обменились опытом этим. Ну, и всадники не уважали летунов как раз таки, поэтому... Да. Их отправили перелазить через гору. Ну, конечно, там всякая хуйня началась, прилетели эти... Вылупились дети драконов первые в Риорсенхаусе и прилетели в Виверны. Собственно, одна девка упала, Вива пыталась её спасти, не удалось. Потом Ридаку прилетело стрелами. Бля, за Ридака переживала всю книгу. Да. Я надумала на тот момент, что он откинется, потому что это как раз только недавно они такие мы должны все выжить. Я думаю, ну, когда такое горят, скорее всего, тут умрёт. И тут попадаются стрелы. Я такая, бля, уже так быстро. Но его спасает Брэннон, а Вайлет на Терне летит в небо и молниями... Короче, всё нормально. Да. Но мы узнаём ещё частичку лора, что у Виверн с венинами у них одно сознание. И то, что Виверны по факту узнали стратегически важную инфу, что грифоны и драконы объединились, и что родился новый дракон. Вот. Дальше по сюжету... Будни в школе. Сойер приходит к своим друзьям и говорит, хочу изучить языку жестов, научите. Для чего? Кто-то за полные синие. И бац хочет. Да. Ну, там вообще происходит вот эта школьная рутина, они начинают изучать руны, потом их перетасовывают отряды с грифонами, с драконами, Кэт и Вайлет, естественно, оказываются в одном отряде. Ну, как по-другому. Они постоянно срутся, и преподаватели такие, так, вы не умеете нормально, поэтому теперь все споры на матах, пожалуйста. Разрешайте. И тут Кэт, естественно, вызывает Ви. Происходит эта ситуация, то, что мы обсуждали со вкусом хуя Сейдена. И мы узнаём то, что у неё печать, это усиливать эмоции других людей. Вот это прикольная печать, интересная. Но она не может вызывать эмоции, которых уже ещё нету. Да, тоже интересно. То есть это просто усиление. Да. И вот этот момент, когда она её почти убила, Ви Кэт, и приходит Риорсон, её оттаскивает, забирает, приводит к себе в тронный зал, и сажает на стул. Отлизывает ей по-королевски. Да. Моя женщина, мой дом, мой трон, блядь. Горячая сцена была до невозможности. Бедный Сейден, наверное, с синими яйцами от этого ушёл. Да только так и было. Да. Ой, спасибо. Это была классная сцена. Мне она понравилась. Хотя, ну, типа, проблема их отношений в том, что у них классные, горячие сцены, но поговорить они не могут. Да. Да, у них проблема в том, что они не могут разговаривать. Ну, больше с этой стороны Ви, как бы, давайте будем откровенны. Но тут ей заеден в правил мозги вообще, он, по сути, здесь пофиксил все разногласия касаемо Кэт, просто поговорив с ней. А я думаю, а ты же уже видел, что Кэт с ней делает. Ещё в доме у этого графа она то же самое проворачивала. Почему ты раньше не говорила с ней? Потому что Валя не разговаривала с ним и не говорила, что так и так, не задавала ему какие-то вопросы. Что это её гложет, понимаешь? А тут прямо катализатор был такой, что она чуть её не убила. Ну да, но только, блин, раньше подумай, ты же видишь, что у тебя ёбнутая баба. Опять-таки, она была... А что она должна за меня думать? Пускай ему скажут. Она была готова слушать только после оргазма. Всё, наша теория подтвердается. Вообще, на каждом шагу просто. Это вторая печать. Короче, очередной урок для мужчин. Мне кажется, мы вообще познавательное шоу для мужчин. Для мужчин очередной урок. Если ваша баба с ебанцой, сначала отлежите, потом попытайтесь поговорить, и тогда получится уже нормально. Если же вы пытаетесь просто разговаривать или ругаться, ну в таком случае с вас как бы взятки гладки. Да. Что у нас ещё? Дэйн, опять тоже разговор по душам у него с Вайлет, потому что он шарит за языки, они вместе книжку эту читают. Мы наконец-то поговорили, всё обсудили и стали просто дальше просто дружить, как когда-то дружили. И он сказал, я бы тоже в Риорсона влюбился. Он мне такое сказал. И вообще, ну типа, то, что он до сих пор её любит, это очень тоже видно. И тоже очень прикольная нитка. Я вообще люблю, когда мужики в книгах страдают. И вот Дэйн страдает до неё. И я такая. Ещё она же каждый раз, когда кончает, молнии вызывает. Я представляю, как он лежит, видит эти молнии по ночам. Опять гроза. И просто плащет. Но она уже сейчас не молнии пускает на улицы, а всю энергию в этот, типа, вот этот вот шарик, который ей дали обучаться и накапливать энергию. Шаровые молнии теперь. Да, шаровые. Знаете, какая-то история про шаровые молнии в детстве. Ты начинаешь сокрыться. Ты думаешь, что у тебя в окно залетит шаровая молния, и убьёт тебя. Вот это Валя теперь так кончает. У меня было знакомо. Короче, в детстве у нас была компания во дворе, и у меня и у всех моих подружек, типа, и друзей со двора, у каждого, у бабушки была история про какую-то её подружку, в которой влетела шаровая молния. Да. А у меня, короче, тебе в комнату влетела шаровая молния? Нет. Ко мне в комнату прилетел салют как-то, но это другая история. Ну, не помню, это наша кухня. Но суть не в этом. Такое, кстати, бывает, что это реальная ситуация. Да, это... А то, что шаровая молния в окно влетела. Моя бабушка очень боялась грозы, всегда всё из розеток доставала, вот это вот всё. И она настолько меня натревожила, что гроза, что как-то была гроза, и она пошла в магазин, и я была уверена, что бабушку сейчас убьёт молния. И к моменту, когда она вернулась, я уже сидела вся в слезах, хоронила бабку. А она на самом деле-то Вайлент была. Твоя бабушка Вайлент. Ты хочешь сказать, что бабушка ушла не в магазин, напоебаться? Извините. Короче, Дэйн страдает по Ви, но при этом очень делает это внутри себя. Но мы это всё равно видим и всё знаем. И приятно от этого, собственно. Не, ну типа, прям произошла оттепель к нему, как к персонажам. Ну что имеет смысл. Да-да, он зла не желал, и в принципе... Все мы делаем косяки какие-то совершенно. Да, мы уже выяснили. У каждого из нас есть слабость роковая, делбейбизм, да. И вот у Дэйна тоже есть такое. Постепенно мы его прощаем тоже. И все его действия логичны. То есть нету такого, что он какую-то хуйню вытворил, как с Джеком в этой ситуации, или с Кэт. Ну то есть все действия, они имеют место быть. Поэтому здесь прикольная линия у Ребекки получилась, которую мне было интересно читать. Да-да. Что значит? Значит, продолжаются будни в школе, и... Они пытаются чары устанавливать, и Ви наконец-то допирает, как это сделать. Еще до этого была сцена, что у них было это испытание в пещерах с учениками, и Андарна убила Солоса. Классно. Во-первых, Андарна проснулась. Мы совсем забыли про это рассказать. Момент, это второй момент, где я плакала, это когда проснулась Андарна. Я просто, я не знаю почему. Во-первых, я очень ждала ее всю часть книги, что она спала. И нам просто еще говорили, типа, что странно, что она так долго спит, и ты такой, блядь, Андарночка, что с тобой, проснись, дорогая. И она проснулась, и я заплакала, и я такая, боже, слава богу, снеси ее в порядке. И она какая-то черная, с какими-то отливами, и она грампи-тинейджер, офигенно просто. Не знаю, ну, возможно, потому что... Ну, какой тинейджер уже? Тут, конечно, вопросы. Ну, типа, она тинейджер, ее все так называют, она ведет себя как тинейджер. Она пиздец как, ну, типа, Тарна, восхищена им, но при этом... Но при этом с ним она себя ведет, как вот с батей своим, просто в дух бунтарства. Я угорала, потому что если Тарна скажет, что трава зеленая, она порвет какую-нибудь овцу, чтобы трава стала красной. Ну, типичный подросток. Вот этот момент, который я прям выделила, мне так он нравился, когда были на матах Кэт и Ви, и Андарна, Ви говорит, типа, сразу пальцами в глаза, типа, это самое слабое место. И Тарна такой, значит так, не слушай ее, нужно бить по коленям. Я так шугаралась. Господи, какие они херенные! И вообще все взаимодействие этих троих, ну, это офигенная часть книги, ты читаешь, и все минусы немножко из этого выравниваются, потому что офигенный тандем, офигенный между Тарном и Андарной, между Ви и Андарной, Ви и Тарном. Их троих. Изгейл еще иногда там что-то припёздывает, прикольно. Ну, типа, очень классный, и, скажем так, Андарна и Тарн — это как бы хайлайты в книге. Да, да, да. Это сто процентов. И еще мне понравилось, как она этим все литунам не доверяла, все Ви прикрывала, смешная, ходит-ходит за ней, и потом говорит, типа, что хочет съесть кого-то из них, и Тарн такой, мы не едим наших союзников. Да, да, и он вот постоянно, ты говорил, 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 и потом момент, когда вот эта вот драка, и я такая думаю, наверное, он опять скажет, типа, нельзя их это, и он такой, корень, и это прям вот контраст, то, что он говорил до этого, и сейчас такая, нет-нет-нет. Еще мне нравится, как у драконов отсутствует, вообще, понятное дело, что приватности никакой нету между усадником и драконом, и отсутствие с их стороны неловкости, и как они относятся вот даже к ревности Ви, вот он понимает ее, и такой, типа, суки, по коленям ебошь, или как, типа, какие-то сексуальные моменты с Эйденом, он когда она злится, он тоже понимает, и где-то на ее стороне, где-то ее пытается в чувства привести, ну, мне нравится, когда она у него спрашивает совета какого-то, и он такой, ну, он думает, что он прав. Прикольно очень. Поэтому класс, за это класс. А вот дальше они догадались с Эйденом, что нужны не всадники, а драконы для поднятия щитов. И пламя, а не вода. Да, и что если они поднимут щиты, то грифоны потеряют свою магию. И она ждет Эйдена, чтобы, ну, какое-то решение принять, потому что она не хочет, чтобы грифоны там лишались своих сил магических. Ну, они подняли их, но сделали что-то не так, потому что магию никто не потерял, и опять обосрались. И вот в этот момент как раз-таки они подняли защитные чары, и у них опять с Эйденом разговор, и он говорит, спрашивай всё, что хочешь, и она такая, вторая печать, всё какая? И он такой, упс, меняй. Я, кстати, мне очень понравилось, что он испугался, это было классно. И то, что он действительно, если бы не хотел, чтобы она знала про это, он бы не вбрасывал инфу про то, что его дед также был парнем с Гейл. Да. Парнем с Гейл. Сучкой с Гейл. Ну, короче, и он такой говорит, ты не хочешь знать об этом. Но она сама допирает, он ей говорит, остановись, остановись, всё, хватит, давай остановимся на этом моменте, всё, 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 спасибо. Но в итоге она понимает то, что он визуал, хотел сказать, он читает мысли, но он делает это как, типа, картинки, образы какие-то. Типа намерение понимает. Да, намерение людей и желание. Да. И она такая, первая мысль, он... То есть, когда я хотела его поцеловать, он об этом знал заранее, я такая, ты кончена, это то, что тебя волнует, типа, ёб твою мать. Типа, да, он знает про все мои переживания, про всё, что там, типа, я про него думала ещё вначале, я такая, какая нахуй ёб твою мать разница. А точно ли я его люблю? Я такая, ты кончена. И потом она, нет, точно, точно, я такая, ладно, кончена, я, ну, частично, блядь. Да, а чисто спроси, ну... У всех. У Ясеня. Твой... Нет, спроси у его вообще безопасности, потому что это печаль, за которую убивают. И ты, если его любишь, то это была бы первая мысль, что он в опасности. Да, и кто знает, они, типа... Как спасти? Он читал мои мысли, когда мы ебались, и, наверное, он понял, что... Как я люблю ебаться. Да, поэтому я кончаю так быстро. Да, точно ли я его люблю? У него всё на сексе повязано. Да, и при этом, ну, типа, у него не такая способность, что он тебя в чём-то убеждать будет. Ну... Издавать. Да. Он просто прочитывает, ну, типа, просматривает намерения людей на всякий случай, у него всё-таки революция. И как раз-таки, когда она под деревом была, и он понял, что она не хочет, типа, рассказывать, никому отпустил, и он такой, он знал! Ну, да, блядь, знал, что такое. Скажи, спасибо, что он знал. Хотя уже не было. Что он сделал с информацией? Он никак, даже когда он понимал, что ты уже хочешь его ебать, он никак этой не пользовался. Да. И, ну, типа... И он не говорил, не делал ничего, чтобы, типа, тебе мозги запудрить. Да, я понимаю шок, но вот эта мысль, а точно ли я его люблю, мне вообще не понравилась. Она не должна была появиться. Да, это нелогично, потому что у него не такая способность. Особенно просто всего, что вы прочитали. Да. Но, что для меня было самым стеклянным в этот момент, это когда Тарн начал кричать, что, типа, и Сгейл подставила ему шею. Вы заметили это? Да, да, да. То, что она подставила шею, чтобы он перекусил её, если он настолько расстроен. Да. Во-первых, Сгейл обманула опять свою... Она не говорила, она не сказала, потому что некоторые... Вот Зейден же, он сказал, некоторые секреты даже парные не могут друг другу говорить. При этом... То есть он просто не сказал об этом. Ну, типа, насколько этот момент с Тарном и Сгейл сильнее, чем тайна между Ви и Зейденом, потому что нам уже дохера вкидывали, что да, связь между драконом и всадником очень сильная, но между парными драконами она намного сильнее. И тут Сгейл выбрала защитить своего... Всадника, человека. Всадника, да. И казалось бы, типа, а ты что, Тарном не доверяешь? Но это был настолько, типа, серьёзный вопрос и тайна, что это для защиты Зейдена нужно было оставить только между ними, типа, сто процентов. Ну, как она ему шею поставила? Я просто в этот момент такая, бля, красиво. Это красивый момент. И он так мельком дан. То есть она такая, и Сгейл эту шею подставила, и пошла дальше про свои мысли. А у меня всё, у меня фиксация на этой шеи. Типа, что сейчас она её, ну, типа, понимаете? Ну да, да. Ну как он реагировал? Ну, понятно, что он никак бы так не отреагировал. Он адекватный, блядь, взрослый дракон. Да, он, ну, естественно, он оказался тоже шокирован. Да. Но они между собой поговорили, и всё. Да. Как и надо было делать, блядь, Ви и Зейдена. Да. Ну как, они ещё в ссоре были. Потом следующая сцена, где они отправляются на собрание, где их вызывает генерал вместе с мамкой. И они на этом собрании, и Ви комментирует, что Тейрн стоит, типа, не как обычно со Сгейла, там между ними кто-то есть, и, типа, все в курсе, что мама, папа идёт, типа, в ссоре. Это было прикольно. Но, типа, я надеюсь, они помирятся, всё будет нормально. Но что мне понравилось, то, что она сразу такая, Зейден, читай, что эти пидорасы думают. И мне это понравилось в том плане, что как будто бы в моменте, она это всё приняла, отпустила. Главное, что никто не знает, но он пускай, типа, пользуется. Но опять же, она такая, не читай меня. Я думаю, а почему? Что ты такое скрываешь от него? Либо твои намерения какие? Вы друг друга любите, вы друг другу в этом признались. И это нормально, что он будет знать, когда ты хочешь его поцеловать, когда будешь заходить... И что ты хочешь в сексе. ...въебать ему, например. Это, ну, типа, я не понимаю, почему она так боится, то, что он что-то про неё узнает. Ну, может быть, мы узнаем потом, это в следующих книжках. Ну, у неё, я думаю, это просто триггер, во-первых, после предательства Дэйна. Но это, опять же, говорит, что она просто не доверяет Зейдену. А какие могут строиться отношения, если ты... Ты проблема, ты не можешь довериться. Ты не можешь поговорить, спросить, проявить кредит доверия какое-то и так далее. Просто он хотя бы тебя почитает, блин. Ну, типа, это говорит плохо о Ви для меня. Тогда, ну, это, блин, вся проблема её книги. В этой книге проблема Ви. Короче, наварские чуваки их вызвали на разговоры, такие, помогите нам, потому что я не вижу в будущем, что мы выигрываем без вас. И все такие, нет. И я такая думаю, вы лицемеры, вы говорите, что вы за гражданских, но, по сути, только, типа, за своих получается уже. Ну, типа, грубо говоря, становитесь тем, кого вы осуждали, что чуваки хотели только наварских гражданских защищать. Ну, меня немножко это смутило. И в Брэнноне в том числе. Потому что Брэннон, казалось бы, должен за наварских и гражданских болеть так же, как за других. Вот. Они отказываются, а Ви такая, нет, нужно помочь. Вот. Ну, да. Ну, по сути, Брэннон как будто бы принимает это решение, он просто свои личные обиды поставил во главу этого решения. А Ви рассуждала, да, как ты рассуждала, что, типа, камон, это всё равно гражданские люди, нам нужно их защищать. И плюс она ещё догадалась, что нападение настоящее будет не там, где увидел генерал, а на Басгиад. И он не видел Басгиад, потому что там, типа, дохуя этих учеников с печатями. А мне очень понравился момент, когда этот вот генерал на Эмма Мейнстер... Малгерн. Малгерн. Он такой, из-за вас я не видела, что будет нападение на Басгиад. Я такая, ты, блядь, спасибо, скажи, что они прилетели помогать тебе, блядь, дурак вообще. И мне понравилось, когда мама увидела Брэннона, что он жив. Она охуела. Да, и... А он ее игнорил. И потом в гадость. Ну, у него обида тоже. Ну, в общем, они собирают всех желающих улететь в Басгиад, и там мать сидит, и буквально никого нет, потому что все собрались на другую точку защищаться, хотя настоящее нападение летит на Басгиад, и Вив, типа, убеждает, что действительно битва будет здесь. Потому что нужны драконы им. И у них проблемы в защитных чарах, они падут. И она такая, покажите мне ваш, ну, типа, где у вас защитные чары установлены, давайте проверим просто ради интереса, на всякий случай. Говорит доводы, мать соглашается, они идут проверять. Здравствуй, Джек. Да. Второе появление в книге. Ну. Он убивает своего дракона, и тем самым кровью дракона на камне разрушает чары. Да. Падает в защиту и, по факту, открывает дорогу винителям другим. Неверным и винителям, да. Ой, ну, конечно, у меня не было вот такого-то шока или ещё что-то. Было понятно, что тут пойдёт. Я имею в виду про Джека, его поступок. Да. И такие удивились, ну, пятый раз, вы знали. Типа, то, что он спас Ви один раз, то, что она не умерла, помог ей подняться, это не означает то, что он хороший человек стал. Да, по факту мы просто ждали, когда он что-то выкинет, но он что-то выкинул, всё. Никакого сюрприза в этом не было. Ну, они начинают трансформироваться по защите школы, кто-то в воздушной пространстве, кто-то на земле, бла-бла-бла. И идут, типа, отдыхать Ви с Зейденом, страстно ебутся напоследок. И пытаются ещё раз поебаться, но приходит Брэнон. И Брэнон пришёл, появил остальных людей, и летунов, бла-бла-бла, все очень рады. Что, типа, он может восстановить камень вот этот вот. Да, да. Нет. Ну, пошёл пытаться. Пытаться. Он же подчинил камень. Нужно было потом, типа, надо было наполнить защитными чарами. Ну, по сути, восстановить щиты, как раз потом в процессе битвы они догадались уже, как это сделать так, чтобы всё сработало. Вот. Но, короче, Брэнон переехал и пошёл фиксить камень. Вот. Идёт сражение, пока Брэнон там шаманит над камнем. И что? Сражение мне очень понравилось. Мне очень понравилось вот то, что происходило, когда мать сделала грозу, и вот в эти пару часов, пока Ви была на терне, и как она спасла Сойера. Ему откусили ногу. Да. Грустно. Там чуть не сдох Ридок. Я, типа, блин, такая, сейчас Ридок умрёт. Я уже готовила. Я так переживала за Ридока, что такая, ёпта мать Сойера, ноги нет. Я такая, ну, Ридок, слава богу, живой. И этот живой, в принципе, ну вот договор. Ну, по сути, для него жизнь всадника закончилась, он не сможет быть всадником. Ну, протез может быть как-нибудь сделают какой-нибудь навороченный. Может, на примере Ви они такие, типа, ну, немощные люди тоже могут быть всадниками. Да. Инклюзивность, получается, в басгейте. Она же на седле ездит, может, и ему как-то можно быть. Я говорю, какой-нибудь протезик сделают, и всё. Ну, будем надеяться. Как она классно прыгает там с драконом, дракона, стреляет потом. Ну, короче, классная была битва, мне она понравилась. Да, классно. Ну, я уже к моменту битвы немножко перенасытилась водой в книге, и мне уже было не так интересно, в принципе, уже эта концовка и всё такое, но я соглашусь, что битва была довольно насыщенная и интересная. Реально, и тут, и там что-то происходит. Не просто такая, мишанина, хоп, кто-то умер, победили, до свидания. А много прикольных моментов. Напряжение держалось. Да, напряжение. И ещё сцена с Кэт была, и Андарна появилась из камня. Спасла их вообще. И она такая, всё, она, блядь, трансформер, ну не трансформер, а маски... Хамелеон. Хамелеон, да. Маскировщик. Она трансформер-маскировщик, всё так. Это Андарна. Да. Такая порода у них. Ну, короче, Андарна классная. Она такая, я дышу огнём. Мы всё-таки, ты дышишь огнём? Она такая, я дышу огнём. Это было прикольно. Да, потому что у неё же была проблема, она не могла дышать огнём. И у неё ещё с крылом была проблема, что она летать не могла, и что не может всадника потянуть. И весь-то я полечу, я полечу. Бля, ну Андарна просто, ну... И как Ви такая, ты в безопасности? Она такая, да, и я в безопасности сижу, где мне сказали. Так же Андарна. Прости. И я дышу огнём. Да. Класс. Сказала, и я сразу, она не чёрный дракон. Она какая-то другая хуйня. Окей. Ви такая, в пизду. Я забыла, что я в прошлой книге была пиздец умной и хитрожопой. Да. В пизду, что там Зейд. Да. Зейда, ну, нихуя. Она тоже Хансин Кадалайн читает просто. А говорит, что в архивах там дневники переводит. Это таточка, закрепленная книга, которую, да, они нашли. Это был дневник бабки, где описано чуть больше, чем нам Ади показала просто. Всё так. И разговор Андарны и Вигде, она такая, я знаю, что ты седьмой дракон, милая моя. И она такая... Очень милый разговор. Почему? Ты чёрная. Потому что я хотела быть похожа на Андарна. Я вообще... Ты пиз мила была. Я вот отметила ещё один раз, когда я плакала, когда она сказала, что просто хотела быть такая, как Андарна. Ну, и то, что она такая, типа, я выбрала тебя, там я долго ждала. 500 лет. 650 лет. 600 лет. 650 лет. 650 лет. Баскабанец. Да. В яйце, блядь. И, типа, да, что ты... Я узнала, что родилась слабая, немощная, прямо как я. Ты будешь моей. Очень мило, очень мило. Всё это было. И поэтому вопросов никто не задавал, когда она решила с ней законнектиться со вторым драконом. 600 лет она, блядь. И такая, Тарна, Андарна, вам нужно поговорить. Я пошла. Это было очень прикольно. Ну, типа, с Андарной, вся линия очень прикольная и придумана, и трогательно. Вот она в драконов очень хорошо вложилась прям вот в эту характер и историю. Я думаю, у неё вот неплохо получаются как раз эти межличностные отношения какие-то, но немного хуёво по стратежке, вот это вот всё. Во-первых, она автор романов, да, военных романов. Ну, типа, окей. Но, опять же, у неё фокус на другом. Ну, мы, конечно, придираемся всё равно по делам. Да, я не считаю, что придирки, я считаю, это очень валидные все пойнты у нас. Да, да. Всё так. Короче, Зейден вместе с Вайлетт бегут к командованию. Остановите дождь, пускай грифоны летают. Это, во-первых. Во-вторых, семь драконов надо и драконь на пламя. Го. Вайлетт очень быстро бежит камню. Такая, Бренан, ты подчинил? Он такой, я подчинил. И она, давай, вливать свою силу туда. Почти умирают, уже прощается с драконами и говорит Тарну, живи, пожалуйста. Он такой, я выбрал тебя не следующий, а последний. И я такая, бля-а-а. И, Андарна, я тоже тебя выбрала. Мы только что говорили. Да, а Ви такая... 600 лет взяла. Ну, всё равно, до свидания, ребята. Надеюсь, вы живете. Пожалуйста, Зейдена, следите за ним, чтобы там, типа, живой тоже оставался. Всем пока. Также Зейден в это время. Будь сюрприз. Зейден такой, алло, какие-то пробивоны меня не слышно. Пробивоны? Это из «Брата 2». Вы знаете, это... Я еле раздрела, брата. Походу, пробивоны, ничего не слышно. Ну... Я смотрела. Окей. И приходит мамка. И очень классный момент, что мама её бьёт, она улетает, не может больше свои силы вкладывать. И мамка с помощью сифона, младшая сестра Ильема... Манипулирует ей, чтобы она забрала её жизненную силу. И в камень всё это всосали. Мне очень понравилось, как мать просто... Ну, нам всё время показывают, что она такая очень жёсткая, хладнокровная женщина, при этом она очень любит своих детей, что мы видели уже давно и сейчас тем более. И в этот момент она точно так же принимает это быстрое решение. По мордасам Вайлетт похер хватает эту слову, начинает ей говорить всю эту херню, чтобы она... И она была двумать. Да, да. И она очень быстро принимает это тяжелейшее решение. Она генерал вообще-то, поэтому она так и принимает. Она заслуженный генерал, она не какой-то пососный вареж. Да. Очень классная. И печать у неё нормальная, не пососная. Да, да. Я плакала. Я чуть-чуть начинала... Типа, мне было очень грустно в моменте, где она умерла, и Брэннон к ней, и Мира к ней. Но в моменте, где в следующей главе вот до главы была эта вставочка, что любовь моя, ты знаешь меня лучше, чем это, я умру, защищаю своих детей. Я... У меня прям даже сейчас, честно, комборки пошли. Я рыдала вот так, и мой муж такой, с тобой всё в порядке, у тебя что-то в книге опять случилось? Я такая... Я у меня просто... Ну, я прям рыдала. И Света такая, она будет защищать своих детей! Примерно так, да. Ну, это очень трогательно, конечно, да. И когда Мира залетает, видит, что мать уже умерла, Настя не попрощалась, и она начинает на них пиздеть, и это просто очень эмоциональная сцена. Всегда грустно, когда персонаж умирает, не успев, типа, знаете, дать нам то, что мы ждали, не успев наладить отношения. То есть, вот это как... Не надо будет спойлер, кто не читал Секвенный трон. Да, да. Да, вы поняли. Да, да, да. Да, вот это упущенное, и потом Вайлет, которая тоже всю жизнь к матери Холла, Домира так же, Бреннон вообще её уже там ненавидел. Забыл её уже. И забыл, ну и винил её во многом. И типа, да, у них всё, у них никогда не будет возможности восстановить эти отношения. Если у Вайлик нет печати общения с мёртвыми. Да. Опять же. Если что, пусть там Бреннон передаст ещё. Да, сказать, она будет проводником, типа, так, она сейчас говорит, ты это делал в детстве. Тёрся об матрас. Да. Да, я только хочу пошутить про дорожку. Нет, я это и имела в виду. Вот видите, у нас просто связь даже, типа, драконами и без печати. Нам печати реально нужны. Да. И, короче, Ви такая, а где мой мужик? Он живой? И Таро такой, живой, да, всё нормально. Но есть один нюанс. Малюсенький, ты любишь красную радужку? Она приходит из Гейла, такая, подбирай слова. Я такая, не, ну я знала спойлер, поэтому я уже всё поняла, но я думаю, а чё тебя ебёт уже, всё, он не твой всадник. Да, он уже к тебе никакого отношения не имеет. Да, тоже обидно, когда он, типа, принимал это решение, мне было обидно больше за Сгейл. Типа, что я тебя выбрала, там, вот всё. Блин. На самом деле, реально, вот связь с Садникой, с драконами настолько классно прописана. Мне она намного интереснее, больше эмоций вызывает, чем отношения между персонажами. Прикиньте, как у неё сердце разбилось, ещё у неё проблема с Тарном сейчас. Да, прикиньте, она, Тарн вместо Вайлит всегда выбирает Сгейл, типа, её тайны и всё. Сгейл выбирает всегда Зейдена. Зейден выбирает Вайлит, а Вайлит выбирает Андарну. Это я в ТикТоке увидела, это не моя мысль с цепочкой. Ну, она хорошая. Это прям, ну, типа, да. А Андарна выбирает Ви. Да. Такого у них всё получается. Всё, это настоящая истинная любовь. Да, да, да. А все остальные, это... Побочные эффекты. Просто, да, персонажи в их фильме. Да. Проходящие. Короче, Зейден становится Вайнителем. Я, честно, я... Почему? Да, вот у меня был вопрос. Типа, он стал... Я не могу говорить, Винитель, блядь, извините. Говори, как надо. Ну, я просто не знаю, типа, даже как надо на русском, но, кстати, Венинам. По какому-то нелепому сечению. Ему этот Кощей бессмертный говорит. Я сейчас тебя убью, пойду убью, Вайлит. И он такой... Ни слова больше. Ты сила земли. Ты станешь Винителем из-за любви. И он такой... Окей. Он такой, Варишь, это ты, ты мою слабость узнал? Бьешь просто в яблочко. Ну, типа, по сути, вот протяни он... Виагра сразу... Протяни он минуту. Да. Они бы уже попадали все, потому что Вайлит параллельно порешала проблемки. А потому что нахуй пробивоны были, Настя. Реально. Ну, и получается... Ну, не знаю, короче, получается, нам замут на дальнейшие их отношения, да? Он родился из нелепого события. Я просто понимаю, если бы была такая хуйня, что... Ну, он, типа, спас Вайлит, пожертвовав всем, став Вениным этим, войнителем. Он никуда не сделал. Только Вайлит не была в этот момент под угрозой. Да, да, да. Есть нюанс. Да, это было wasteful, это было абсолютно не к месту. Я не поняла, я такая, а что? Ну, типа, почему? И вот у меня до сих пор... И он даже если бы хотя бы Сгейл прикрывал как-то, потому что Сгейл просто стоял рядом, он тоже её не защищал. Это чисто просто херня реальная была. Ему насрали в уши, а он рад схавать был. Это не его характер, во-первых. Во-вторых, возможно, он видел эти, блядь, намерения этого Кащея Бессмертного. Ну, это и без силы можно было видеть, что он правду ему говорит. Ну, окей, ты, типа... Зачем? Я не понимаю. Потом он пошёл к Джеку и такой, есть противоядие? Он такой, нет, брат, теперь мы одна семья, противоядие нет. Ты потом, правильно, после записи пойдёшь брата смотреть. Да. Типа, он такой, нет, это не болезнь, это сила. А знаешь... Сила в правде... Знаешь, кто, Зейден? Брат-2. Да. Больше никаких перебонов. Перебивонов. Робивонов. Ну, короче, мне очень понравился момент, когда она такая, типа, чего мне ещё бояться? И он такой, типа, ты меня любишь. И такой, знаете, я представила, как будто бы... Вот, там не так было, но я представила так, что он стоит, допустим, она к нему подходит сзади, ещё не в полёт. Да. Ну, это в характере Вайлис был бы. Ну, они, собственно, пошли в Вайлях и было. А до венителя у меня ещё не было. Мы же знаем, как все празднуют победу в Басгиате, пьют и ебутся. Да. Вот они и пошли. И что это её остановит, он такая, так, ты всё функционирует для себя. Да, ты пока ещё не ёпнулся? Нормально. Да. Конец. Итак, рейтим книгу. Я ставлю книге три балла. Угу. Всё? Ты скажешь что-то? Короче. Наверное, если бы я читала её, опять же, после первой части залпом, я бы ставила больше. Мне не понравилась вторая часть, вообще особо не было никаких событий, только реально пару каких-то ключевых битв и ситуаций. Меня раздражало взаимодействие Ви, то, что мы уже, в принципе, проговорили, но из плюсов, драконы, то, что я хотела больше взаимодействия Ви со своими друзьями и раскрытия персонажей, типа там шутки и так далее, там про Ридека и этого, господи, Сойера, и вот больше узнавать старостепенных персонажей, это мне дали. Меньше, чем я ждала, но спасибо хотя бы на этом. Что ещё? Мне, наверное, вот не понравилось опять воскрешение Джека, то, что выбрасывается много персонажей, потом они никак не выстреливают, какие-то моменты, которые забываются, много всего понапихано, что ты не успеваешь запомнить с первого прочтения. И поэтому, как мне кажется, что нужно лучше перечитать первую, вторую, перед третьей, чтобы вот так вот типа больше понимать. Ну, короче, не знаю, мне вот это вот не нравится. И ещё мне не понравилось, что по факту книгу можно было сократить в несколько раз. Да. И ничего бы не изменилось. Да. Я хочу поставить 3,5, ну типа 3,6, not great, not terrible. Найс. Для меня эта книга неплохое романтическое фэнтези, просто слабее первой части своей, слишком много воды, растянутая книга, она очень большая, и она не стоит того, там нет столько событий. Мне понравилось развитие персонажей, таких как Зейдан, мне понравилось взаимодействие с драконами, абсолютно не понравилось то, что Ви просто слили. Мне не нравится авторская лень, мне не нравится, когда автор забивает хуй и говорит, что эти пидорасы и так сожрут какие-то вот такие моменты. А если что, это написано в примечаниях от автора? Да, буквально. Это мне не нравится, и за это я осуждаю, вот. Но, в принципе, в рамках романтического фэнтези мне было интересно, мне было прикольно, просто что она была невероятно длинной, поэтому я снимаю вот баллы, но при этом за драконов как бы обратно возвращаю, и у нас неплохая оценка 3,6. На самом деле я поняла то, что если вот, например, выйдет вся серия, я не знаю, какие будут там, например, следующие книги, но вот вторая, я не буду её перечитывать. Да, верно. Вот первую я бы перечитала вот сейчас, а вторая, это такой, может быть, некоторые моменты по заметкам, и всё. Да. И не то, что я там не согласна или согласна с негативными вот этими ревьюшками, которые я видела до прочтения, просто, ну, она слабее, и нужно признать. Да. И желательно нанять Жебекке нормальных корректоров. Да. А корректоров, чтобы деньги из неё выбить? Да. Корректоров, которые замазка для тетрадки в школе. Просто замажут все реплики Ви. То есть ты предлагаешь цензурировать эту книгу, правильно я понимаю? Лизия, нужно работать в каких-нибудь пропаганде, новостях. Да. То есть ты хочешь сказать, что я дочка отца? Я не знаю, почему. Дочка отца? Да, я дочка своего отца. Правда. Дочка отца. А-а-а. Так, я ставлю тоже три балла. Очень много вопросов к этой книге. Есть как много очевидных минусов, так и много очевидных плюсов. Она очень сильно просела на фоне первой части, что мы уже обсуждали. И я вспоминаю, как мы говорили про первую книгу, записывали подкаст, мы практически нон-стоп пищали. Да. Вы знаете, когда мы получили настолько большое удовольствие от книги, что ты даже с трудом выражаешь свои мысли, ты просто хочешь нон-стоп хвалить, и не члены раздельно при этом. А мы форс-свинг втроём пятёрки поставили, мне кажется. Да, да, там мы вообще не нашли там минусов. Было классно, интересно, всё такое. Здесь мне было зачастую скучно читать. Мне вообще не понравилась романтическая линия Ви и Зейдена в этой книге. Да, Ви с Лили. То, что мы уже говорили про лишних и не к месту ненужных персонажей. И непонятные сюжетные ходы, которые были странно, нелогично сделаны, недокручены и так далее. И в итоге я большую часть книги была с вопросом, а зачем это, а зачем это, а зачем то, а зачем этот чувак, а зачем он это сделал. Это всё не имело никакого смысла. Убери эти вещи, ничего бы не поменялось. Что ещё? Хотела сказать по поводу ещё негативных отзывов. И то, что очень многие не стали даже начинать читать эту часть, основываясь на этих отзывах. И мне кажется, эту книгу погубила её как раз-таки вот эта огромная популярность. Потому что, ну, многие люди такие, в принципе, я не буду читать то, что на хайпе, оно того не заслуживает. И потом выходит эта книга, и они такие, всё правильно, типа, это просто перехайпленное говно было. И у этой книги было изначально, типа, очень завышенное ожидание. Хотя, ну вот, что мы и говорили, в серии книги могут проседать, это окей. Я точно не буду её перечитывать, потому что, ну, минусов всё-таки больше для меня, чем плюсов. Сейчас надо было два ставить. Но ставим три. Типа, общее впечатление норм. Вот, и я буду давать шанс, и надеюсь, Ребека исправится, надеюсь, она послушает отзывы читателей. Вот. И ещё момент. В этой книге не хватило нормальных плод-твистов. Самые крупные из них, это были две тайны Зейдена. Ну, не тайны, а одна тайна про его печать, и вторая, то, что он стал... То, что он горячий мужик. Это было не тайна. То, что он стал Вениным. И плод-твист про Андарну. И всё это было буквально на последних страницах. Ну, типа Джек должен был стать... Нет, я говорю про нормальные плод-твисты. Но вообще, на самом деле, мне после перерыва хотелось булевать, когда я читала вторую часть. Ну, я реально себя заставляла, мне было неинтересно. То же самое. До какого-то... Наверное, вот в какой-то момент уже были какие-то такие вот подвязки, что типа прям... Да, да. Ой, интересно, она потом такой... Бля, опять это начинается. Я такая прочитаю главу, и я такая зайду ненадолго в телефон, ну, типа как вознагражу себя за труды. Да. И я просто могла час залипнуть в телефоне, прокрастинировать и не возвращаться к книге. Для меня это показатель, на самом деле, что мне скучно. Да. Потому что мне очень тяжело держать внимание, если... Ну, типа мне хотя бы чуть-чуть скучно. Вот. И было тяжело, согласна с Настей. Ну, да. Первая часть, она для меня бодрее была. Да, и я в целом... Я понимаю людей, которые, прочитав там первые несколько глав, бросили книгу, потому что нужно было вкатиться немного. Хотя я, в принципе, вкатилась быстро и такая... Ок. Нет, всё пропускало классно. Да, вот мне очень понравилось, как нам раскрыли больше академию, занятия, вот эти испытания. Это всё было прикольно. А вот какой-то прям большой кусок книги был наполнен сплошной водой. И вот это было очень плохо. Чисто я смотрю на свою книгу, посмотрите, сколько у меня заметок на первой части, посмотрите, сколько по второй. Знаете, что ещё мы с вами не забыли сказать? Мне кажется, с Лилей Брэннона. Нам в первой части его рисовали как супергероя, типа который невероятно умён, невероятно силён, прошарен. Страсек. Написал эту книгу Брэннона для своих сестёр и всё вот это. Да. А во второй части он тоже, вот он слит. Кстати, да, я даже про это не подумала, потому что в целом он там никакую роль вообще не сыграл. Да. Он бы починил, блядь, этот шар. Но это мог быть любой другой, этот, мэндер, блядь. Да, да. Ну, типа, по сути, я ожидала, что Брэнон будет, типа, краш. По факту, да. Он мог бы сыграть больше роли. Ну, короче, да, очень много вот таких вопросов. И поэтому, да, эта книга не самая лучшая книга в мире. Это факт. Ну, типа, я бы даже сказала, что она из разряда, ну, таких. Средничок. Даже почти ниже среднего. Ну, not great, not terrible. Нет, для меня хуже. Ну, как бы реально тройка, это прям с натяжкой для неё. По факту, на драконах то, что у меня были вот эти моменты хихикательные, да, я получала удовольствие от тех же моментов, которые я получала в первой части. И вот эта часть выехала только на этом. Обидно немного, но я не отчаиваюсь, я не хочу прям говорить, что это полный кал и так далее, потому что я хочу посмотреть, что будет дальше. Не, ну, если третья будет так же написана, то, скорее всего, если... Таня, да, да, уже. Ну, посмотрю, хотя, может быть, ну, не знаю, я не буду загадывать. Да, просто надеемся, что будет лучше. Вот, друзья, спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Делитесь своими впечатлениями, согласны с нами, несогласны, или просто пишите что-нибудь в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нас на YouTube, это тоже важно, потому что если ты смотришь и не подписан, то... Не, ну, мы... Угрожать не буду. Нет, мы простинаем в статистике, поэтому, если вы случайно забыли, то напоминаем, подпишитесь, это просто и быстро. Да, иначе у вас будет целый год такие книги. И, конечно же, подписывайтесь на наш Телеграм. Во-первых, у нас там большое количество всяких постов интересных, около книжных, и по нашим подкастам новостей, лайв наш. И подписывайтесь на наш Boost, если хотите, и можете нас поддержать. И на ТикТок. А, да, и ТикТок мы там... Да, везде подписывайтесь. Да. Весь июль подкаст и редакция «Георжи Слонах и СМАЗ» многочисленная отправляется в отпуск. Возможно, мы что-то будем постить в Телеграме, какой-то лайфстайл-контент, но подкастов и видео в июле не будет. Мы вернёмся в августе, и вернёмся с Сарой МАЗ. С Сарой МАЗ. С Сарой МАЗ вернёмся. Вот, поэтому вы, Юля, смело пересматривайте наши ролики, подписывайтесь на наш Телеграм, общайтесь с нами там в чате. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока!